Сможет ли команда СЛТВ побороть всех и занять первое место в этом чемпионате интеллектуалов что где когда Сегодня с нами играют такие люди как Игорь Борода СЛТВ Приветствую Привет, ребята Александр Творына, здравствуй Здравствуйте, здравствуйте, ребята Миша Лебедь Добрый вечер И на сладенькое мы оставляем великого и могучего дядю Пашу Легендарный режиссер команды СЛТВ Здравствуй Всем привет Сразу же могу начать с хорошего старта Нет, мы не начнем с 6-0 Мы проиграем Паш, ты что за настрой? Я не понял В смысле, тут есть хорошая альтернатива Паша, ты не капитан, успокойся Черт Можно поменять капитана? Хотите поменять внезапно, да? Бунт на корабле, сразу меняем капитана Какой-то пиратский получается стрим у нас, прям как мета это Я одного не могу понять Ваша будет глазастиком Почему ваши вебки вдруг начали закрывать счет игры внезапно? Ну его видно, но только почему-то чуть хуже Сейчас, я это немножко переделываю Сейчас, это технический момент, это делается быстро на самом деле Сразу видно, что не дядь Паша режиссер данного стрима Потому что все было бы гладенько, четко Идеально Откалибровано А не хватает Лампы бьются, понимаешь Все идеально Не хватает, не хватает режиссера Знаете, быть ведущим, режиссером, составителем вопросов Еще и песню, кстати, петь на музыкальной паузе А это на финальной игре, ребят, короночка просто будет Просто немножко нужно потерпеть Выждать паузу Ну, пою я шикарно Все мои зрители знают Есть у меня талант Все Могу и жахнуть, что нет Аппруф есть? Аппруф? Да почти каждый стрим Посмотри в записи Есть там мини-пруф и целую песню, конечно Мне не хватает на целую песню Это слишком много Слишком долго Так, ну что, ребят Стрим, я так понимаю, пошел Да, все, все, зашел Так, давайте я просто уточню у чатика, чтобы точно было Чатик же не соврет, что стрим идет Нет Чатика-то самое правдоподобное Золотое Так, какие-то минусы там отправляет Нет, ну я жду Какой-то ответственности Нет, не пошел еще Ну окей, три минуты, возможно, не прошло еще, да? Есть такая вероятность? Подождем, подождем Ну, примерно, я думаю, что уже должно Да, лучше, конечно, убедиться в этом Потому что есть нововведение от Веча Вы сами, наверное, заметили, да? Там новые фишки они добавили И в связи с этими фишечками Кое-какие вещи отвалились Не заметили вы? Да, я приложение обновил Я, честно говоря, не особо заметил, что что-то изменилось Там изменилось Там даже вот это вот поле Информационная панель Видимо, ты туда не заглядываешь Оно поменялось Информационная панель поменялась Она, кстати, стала, наконец-то, более адекватно выглядеть Потому что раньше Twitch, честно говоря, в этом плане напоминал Да нет, да, вон идет стрим Все, вот только что он запустил Все, аллилуйя Мы онлайн, супер Ну что, ребят, я вам расскажу вкратце правила Я думаю, большинство из вас уже правила эти прекрасно знаете Я просто напомню основные какие-то вещи И непосредственно уже по нашей игре Какие-то дополнительные, так скажем, подсказочки я вам дам Чтобы вам было чуть проще здесь освоиться Игра идет до 6 очков До 6 в вашу пользу или в пользу зрителей Вопросы присылали нам зрители Но большинство из них были отредактированы нами И канцелярии в том числе И имейте в виду, что в вопросе будут какие-то отсылки Будут какие-то наводки Возможно, будет косвенно упоминаться фраза при розыгрыше карты Или описание и так далее, и тому подобное Ищите все слова, которые вам кажутся притянутыми за уши Или каким-то необычными в контексте и так далее То есть такие вещи, обращайте внимание Они вам помогут в разгадывании вопросов Всего на вопрос будет отведено минута Это немного, но и достаточно, чтобы ответить на любой из этих вопросов Как я вам говорил еще вне игры В этой игре вопросы не самые сложные То есть они должны браться И я в это верю, что ваша сыгранная команда это сделает Ну и по поводу Блица и Супер Блица уже скажу непосредственно перед этими вопросами Напоминаю, что можно ответить досрочно Если отвечаете досрочно, то у вас есть минута потом про запас Чтобы на какой-то вопрос отвечать 2 минуты Это очень важно Эти 2 минуты могут вам помочь на какой-то более сложный вопрос ответить Так что если у вас есть ответ и вы верите в то, что он правильный Вы можете взять на себя ответственность и выкрикнуть Досрочный ответ На это вам дается секунды 2-3 Чтобы принять Но капитан будет решать, правильно? Нет, нет Кто-то выкрикнул досрочный ответ Если он готов под свою ответственность взять это Тот и будет отвечать И собственно тот и принимает решение Судя по взгляду Паши Он уже не только просто выкрикать маты Ну в целом правила я все рассказал Скажу отдельно по 13 сектору В 13 сектор могут отправлять зрители Сегодня кто смотрит эту трансляцию Те кто до этого отправляли вопросы Мы их пока рассматривать не будем Именно сегодняшние вопросы будут приниматься на 13 сектор Если что-то из этого нас устроит Непосредственно мистер канцельери Будет отслеживать и отсматривать эти вопросы Если ему понравится какой-то из ваших вопросов То мы обязательно используем его в этой игре Но если вдруг в эту игру ваш вопрос не попадет Вы не отчаивайтесь Он может уйти либо в финальную серию игр В финальную игру Либо вообще в какую-то другую В следующую серию игр Которую мы планируем конечно же запустить Мы не собираемся проект прикрывать И продолжать будем в том же духе И напоминаю те кто присылает вопросы Кто до этого прислал И те кто на 13 сектор пришлют вопрос Все вы участвуете В голосовании за лучший вопрос Это голосование пройдет у нас в группе Мы выберем лучший вопрос И этот лучший вопрос будет вознагражден Во-первых на вопрос на который знатоки не дадут ответ Из общего банка уйдет 200 рублей И эти 200 рублей отправятся вам на телефон Или куда вам удобно Ну и лучший вопрос самый интересный Самый красивый Который выберут знатоки и зрители Зрители будут голосовать Я уже напоминаю в группе ВК Лучший вопрос будет вознагражден Нашими спонсорами фирмы Плантроникс Так что ребят Есть смысл присылать на вопросы Присылайте Мы будем обязательно их все отслеживать Отсматривать Ждем от вас вопросов Вот Ну что ребят Как настрой готовы? Нет Паша готов явно В довольно выражении лица Кстати да Паш не слышал что-то От тебя реакции Готов? Да 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 Вернее я сказал нет Паша говорит Давайте побыстрее Побыстрее и тусить Все поехали Поехали тусить ребят Желаю вам удачи Успехов Поехали Благодарим Я чуть-чуть добавлю звука Чтоб прям Все было Слышно игрокам Ну Вне стрима мы пообсудили с тобой Михаил У тебя есть опыт игры Немножко расскажи Где ты играл И каких успехов добивался Там что где когда Играл Играл там На городском уровне Когда там На уровне страны На это такое Это было давно Посмотрим Поможет ли это нам В хардстоуле Думаю что нет И думаю что это Изи 06 Изи паки Изи паки То есть у нас За столом Опытный боец Человек который Участвовал Нет да Как говорится Как обычно Так Убавил я немножко Кстати себя Потому что я Мне конечно Тут орал Ну ладно Сейчас будет все На уровне Все звуки Будут на уровне Гном присоединился К трансляции И тоже хочет посмотреть На своих соперников Шпион Шпион Роман пришел Тут подкалывать Первый вопрос Выпал Вопрос от канцельерии Этот вопрос Кстати Очень-очень Долго Кочевал Из игры в игру По-моему Он уже был На второй Игре Или на третьей Но в любом случае Он несколько игр Пропустил И сейчас Он будет задан вам Готовы? Давай Сергей Канцельерия Сидельник Город Днепр Внимание В вопросе С словами Альфа и бета Заменены Другие два слова После одного Из недавних Обновлений Чувствительный Автор вопроса Болезненно Воспринимая Нерв Некоторых карт Высказал Предположение Что теперь У него Скорее всего Появится Альфа На бету И вообще Возможно У него Теперь попросту Не будет желания И времени На игру Этим классом Альфа и бета Отличаются Друг от друга Всего на одну букву Назовите Альфу и бету Точно Если к числу Того Что может вызвать Альфу Можно отнести Например Морепродукты Грибы И даже Лекарственные препараты А у беты Есть Единокровные Родственники В игре Время пошло Смотрите Два слова Альфа Бета Только одна буква Но типа Первое Может быть что-то Типа аллергии Какой-то реакции Можно отнаваться Класс Смотри Здесь есть нерв Каких-то карт Это я так понимаю Классовые карты Возможно Друид Какие Друид Класс Карты Которые нерфились Больше всего Пеньки Рев Альфа Что там Еще Древо Мудрости Древо Мудрости Но они Отличаются Больше чем Надо Альфа Альфа Можно отнести Морепродукты Грибы И даже Лекарственные препараты Что это Появится Появится Альфа На бету Похоже на что-то Типа аллергия Реакция А как это связано С Харсоном Ну вот я и пытаюсь Как-то изменить буквы Это Подставить Давайте просто Карты Перебирать Гирев Что Еще фиксы Господа Время Время вышло Время вышло Капитан команды Лебедь Принимай решение Кто будет отвечать Нет у нас никаких Адекватных версий Кто отвечать будет Отвечать 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 Ну давай Александр Творыный Будет отвечать Завалим Великолепно Господин ведущий Повторите пожалуйста Вопрос Хорошо Я повторю Но все остальные Участники Теперь не принимают Участие в обсуждении Вопрос я повторю Внимание Вопросе С словами Альфа и бета Заменены Другие два слова После одного Из недавних обновлений Чувствительный автор вопроса Болезненно воспринимая Нерв некоторых карт Высказал предположение Что теперь у него Скорее всего появится Альфа на бету И вообще Возможно У него теперь попросту Не будет желания И времени на игру Этим классом Альфа и бета Отличаются друг от друга Всего на одну букву Назовите альфу и бету Точно если К числу того Что может вызвать альфу Можно отнести Например морепродукты Грибы И даже лекарственные препараты А у бета Есть единокровные Понятия не имею Вообще Просто нет ответа Ответа нет Я так понимаю Ну логично То есть там Чувствительный автор вопроса То есть это все сводится К какой-то Ну типа реакции Ну я просто не могу Меняя буквы И плюс Концовка очень тяжелая Что есть единокровные Родственники в игре Ну блин В игре очень Очень много существ И так далее От этого не отбрать Да Хорошо Внимание Правильный Ответ Господа Сталкивались ли вы С проблемой Когда много на улице Тополиного пуха Или например Аллергия Аллергия Да Аллерия И Здесь всего лишь Разница в одну букву Автор вопроса Глубоко потряс Нерв карты Зов лесов И он к сожалению Отметил Что теперь возможно Ему придется Средоточиться На игре За другие классы Фраза Про не будет времени На игру Отсылка К сестре Аллерии Сильвании Ветрокрылой На аллергию Косвенно намекали Слова Болезненно Чувствительные Лекарственные препараты И аллергия И аллерия Отличаются Всего в одну букву Слово аллергия Было произнесено И я был удивлен Я был удивлен Александр Очень-очень жаль Что ты не сказал Аллерия Потому что На аллерии Сразу выходишь А я про Аллерию Протупил Я честно говоря Просто Опять же Я не понял Вообще Что разгадывать На данном вопросе То есть Не название карты Не название героя Слишком много Вот этих отсылок Наводящих Каких-то вопросов Было тяжело Ну ладно Первый принт На аллерию Сразу вышли А с аллерией Протупил Да Аллерия Я когда услышал Что вы произнесли Слово аллергия Я думал Что все Ответ вы дадите Как раз Вы вышли На аллерию В тот момент Когда у вас еще Было много времени Вспомнить про аллерию И в принципе Связать все То есть Подставить аллерию Проверить Подставить аллерию Проверить И дать верный ответ Ну в целом Неплохо В целом неплохо Достаточно У них хватает Никочипера Никочипер нужен Да Ну да Мы позовем его На очередную музыкальную паузу Если он В чатике Отзовись Обязательно тебя выдернем Чтоб ты нам еще раз спел Так Ну что Поехали Следующий вопрос В целом Мне понравилось Как вы обсуждали Но мне правда Пришлось немного Отлучиться Потому что Мне тут начали Активно писать В ВК Что я слишком громкий И мне нужно убавить себя Я себя убавил И слышу Как у меня еще Телефон там вибрирует Пошел Отключил телефон И как раз Когда я вернулся Услышал Слово аллергия Ну думаю все Ребята на верном пути Сейчас они все это разгадают Стоит наверное отметить Также что Не участвует Тут последнее дополнение Прибомбаска Да 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 кстати Я об этом не сказал Но внестриме я говорил Что прибомбаска не будет Для зрителей Ну да Чтобы зрители понимали Что здесь Никаких прибомбасков Так а зрители Вот гнум кстати Ответ дал Ну Гнум Это сейчас часть чатика А чатик всегда прав Читер Гнум читер Да согласен Он просто пользуется Гуглом Нет Вопрос и правда Был не сложный Мы просто не докрутили К сожалению Не дожали Да не самый сложный вопрос Действительно Он Да конечно Даже вот когда Альфа на бету Это как-то наводит На мысль Вот аллергия На аллерию Сразу же Так ну что Следующий вопрос Приготовьтесь Поехали Снова Сергей Концельерий Сидельник Город Днепр Всемирно известная Пирамида Египетского царя Тутанхамона Знаменита В первую очередь Тем Что она прекрасно Сохранилась До наших дней Как снаружи Так и внутри Скрыта Чужих глаз Так что С полной уверенностью Можно утверждать Что в пирамиде До сих пор Не побывал Ни один он Его коллега По амплуа Главная героиня Фильма 2001 года И многих компьютерных игр Он также Точно сможет Поблагодарить Харона За переправу Через реку Стикс Будьте осторожнее С версиями И назовите его Двумя словами Если он Название карты Скорстоун Время пошло Ну да Давай не будем Досрочно Но это Расхититель гробниц Лара Крофт Расхитительница гробниц Расхититель гробниц 5-4 Роговская четверка Но он Идеально подходит Ну все Ну давай Хорошо Давайте подумаем Ну смотри Лара Крофт Она расхитительница гробниц Точно? А да Ну опять же Мысли сходятся Я тоже Расхититель гробниц Сразу Ну да Берем тогда Расхититель гробниц Ну да Давайте Смотрите Мы уже не брали Досрочно Давайте еще Покрутим Расхититель гробниц Отложили Что еще Может быть Героиня Фильма 2011 года Какие еще Археологи Какой-нибудь Идиана Джонс Например Тоже да Он в принципе Археолог Известный А Индиана Джонс Это Харрисон Джонс Тогда к примеру Карта двумя словами Харрисон Джонс Ну Героиня фильма Тогда не канает Ну потому что Кто-то помнит Баб Тут Харрисон Джонса Олега Тут еще прописано Что это он Он Название карты Из Хардстоун Ну да Время господа Кто будет отвечать Ну наверное Я буду отвечать Моя была версия Думаю что он Это расхититель Гробниц Внимание Правильный ответ Пирамида Находится в хорошем состоянии В том числе И гробница Тутанхамона Что говорит о том Что никакие разбойники В том числе И расхитители Гробниц Туда не лезли Чтобы вы не подумали Про черного археолога Мы ввели вопрос Лару Крофт Она же Рассхитительница Гробниц Слова Автор благодарит И будьте осторожнее Отсылки к фразам Появления на столе Спасибо И атаки Эй осторожнее Рассхитителя Гробниц Того же самого Ответ верный Поздравляю вас 1-1 Вы сравниваете счет Молодцы Ну и Молодцы Что продолжили обсуждение Это очень верно Они остановились И можно было как раз Поискать вот эти еще Отсылки Чтобы убедиться До конца Что ваш вопрос Ну ваш ответ Под вопрос Идеально подходит Как бы Ну там был Археолог И Харрисон Шонс Шонс, да Ну да То есть в принципе Я говорю Подставить Вот это все Поискать какие-то Вот фразы выхода И так далее Еще в тексте Чтобы убедиться Ну в принципе Действительно Вопрос не такой сложный И берется Легко достаточно Кстати Где была главная зацепка? Что дало вам ответ? Я сразу понял По Ну тому что Типа Не были разграблены Ну да Точнее Этот персонаж Не был Никогда в гробнице Соответственно Гробницы не были разграблены Ну вот да А потом Лара Крофт Прозвание Согробницы Она просто добила Да То есть формально Уже по двум первым Отсылкам Было понятно Дальнейшие Они только запутывали Наоборот То есть переправа Харрона Ну да Это монетка Которая выпадает Из растителя гробницы У нее всегда есть монета Куда-то в другую степь Хотя Формально Да Это тоже Подсказка Которая дает Полную уверенность Что это именно Эта карта Ну да То есть Опять же Если подставить Потом уже проще Ну или кто-то мог бы С этой Подсказочки взять И раскрутить вопрос Как вариант Ну вопрос действительно Берется вот по первым Двум предложениям Основным Поэтому не так сложно Ну героиня 2001 года Уже подставляется Скорее вспомнить Что вот Лара Крофт Именно 2001 год Это не так просто Слишком Слишком много Это было на устах Тогда Для аутфагов Все помнят Ну да Гном снова дал ответ И говорит Что мы шутим Все куплено Все куплено Вопросы слиты Все изи Так Ну что Супер Блиц Но нет Слава богу Да Супер Блиц Это конечно Тот вопрос Который лучше брать Ближе к концу Или вообще Увернуться Не брать Да 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 Поехали Готовы Да Поехали Дмитрий Калинский Из города Бийска Она Охраняла вход В кабинет Профессора Дамблдора В серии книг О Гарри Поттере На крыше Одного знаменитого Французского собора Также можно увидеть ее В третьем Варкрафте Она Боевой юнит Который может Менять форму И очень быстро Восстанавливать свое здоровье В Хардстоун Ее разновидность Тоже есть Причем Ее механику Можно назвать уникальной Тем не менее Ни в стандарте Ни на арене Вы ее практически Не увидите Назовите эту карту Двумя словами Время прошлоу Гаргулья Какая Гаргулья? Ты помнишь? Гаргулья из Аксрамаса 1.4 1.4 Которая восстанавливает ТП Кажет Здоровье каждый ход Как ее зовут? Как ее зовут, чувак? Кавачин Гаргуль По-моему Нефритовая она Гаргулья Не английский Хардстоун А кстати Ответы на английском Будут приниматься? Нет Нет Заготовлены именно Русский вариант Класс Ну блин Гаргулья 1.4 Вопрос как ее зовут Ну да Паша прав Давайте вспоминать По-моему Нефритовая нет Потому что Нефриты пришли Только с последним Наполнением По-моему Она какая-то Обсидиановая Или что-то такое Обсидиановая ближе Да Обсидиановая Гаргулья 1.4 Ну давайте Тупо вспоминать Ну каменная Гаргулья Какая каменная? Да нет Там не каменная Каменная Гаргулья А почему На английском Не засчитывается Ответ Ну Если карта Дословно правильно Названа На английском языке Время вышло Ну Давай Прими решение Кто будет отвечать Подумай Отвечает Паша Ну так как я Игра Русский Харстон Я Ифлийский Хемп Я могу дать ответ Только Каменная Гаргулья Или как-то так Она называется Каменная Гаргулья Так Ну в итоге Какой ответ Как Называется Каменная Гаргулья Каменная Гаргулья Ответ принят Внимание Правильный ответ Вход в кабинет Профессора Дамблдора Охраняло Извояние Гаргульи Запрашивающая Пароль И не пропускающего Без него Никого Собор Это Нотр-Дам Де Пари Своими знаменитыми Скульптурами Гаргульи Или химер По легенде Охранявшим Здание от зла Играя Занижить В третьем Варкрафте Вы можете Нанимать Гаргульей Которые могут Превращаться В камень И очень быстро Восстанавливать Своё здоровье Как и каменная Гаргуля 1-4 Что все-таки Вольный режим Уже все начинают Забывать Может сам вопрос Не такой сложный Но ответ Нужно было Именно двумя словами Дать Иначе мы бы его Не приняли Сейчас бы мёртвый режим Позабывать Да А кстати Что-то есть в игре Обсидиановое Вот этого Такого материала Я просто Убогий дотер И я помню Обсидиановое Обсидиановое Гаргуля тоже Ну типа Может быть Но Это просто вообще Название карты есть Что-то подобное Нет? По-моему нет Больше Больше Гаргули нет Гаргули нет Просто вообще Гаргули одна В игре Обсидиановое Есть По-моему Скорбей Если я не ошибаюсь Да Тут именно вспомнить Что это вот Каменная горгуля И Тогда ответ принимается Всё-таки будем принимать Только на русском Я понимаю Что у некоторых Будут сложности Но у меня просто Не заготовлены Даже на английском Поэтому я не смогу Быть уверенным В том Что это действительно Верный ответ Я-то играю В русскую версию Хардстоуна Поэтому всё-таки Ну перевести Можно всегда Если есть Версия с английским Потому что я думаю Кто-то сможет Перевести это Ну в целом Вам что здесь Больше Наводку дало Откуда Родился ответ Из какой Части Уникальная механика Опять же Про горгулью Про что на крыше Это сразу понятно Очень много направляющих Вопрос 13 сектор У нас Да Уже выпал Сейчас я посмотрю Прислали ли какие-то Интересные вопросы Консилерия Должен он мне Отправить Если что-то Интересное Зрители уже Успело прийти То мы Этот вопрос Собственно И выберем Но если что У нас есть Конечно же Заготовочка Замечательные стихи От одного Из составителей Вопросов Мы их Зачитаем Ну в этот момент Обычно По традиции Мы запускаем Музыкальную паузу Дядя Паша Вызвался Вроде как Что-то Спеть Нет Нам показалось Нам показалось Да Хорошо Давайте ребят Так как 13 сектор Я слишком мало Войтал А будет в текстовом виде Где-то вопрос Да Я его продублирую В ВК В ВК Да сейчас А может в скайп В скайп я не могу Продублировать Я же говорил Там Мы можем перебенуть А нельзя писать Вы можете Вы можете Переписываться В скайпе Сколько влезет Без проблем Так Сейчас я канцелярия Напишу Узнаю Есть ли Какие-то Версии Интересные Ну какую-то Музыкальную паузу Конечно Лучше бы Зарядить Тогда У нас еще нет Как только Будет вопрос Тебе Сразу перекинешь Я скажу Как Сейчас как раз Мне канцелярия Печатает Так сейчас Пауза или нет Музыкальная Паша Да Твоя Твоя музыкальная Пауза Все смотрят на тебя И ждут Что ты запоешься Ты хочешь Пойти курить Нет Там кто-то Созрел По-моему Спеть Не спеть Спеть Никто Никто не созрел Вопрос Если у нас Две минуты На перекур Пока это делается Да Тут Канцелярия Говорит Что был один Всего вопрос За это время Прислан И он идет На ЧГК То есть Он не в сектор То есть Мы его возьмем В следующую игру Возможно В финальную Даже Тогда я зачитаю Вам стихи Вместо музыкальной Паузы Мы услышим Стихи Давай Сейчас я их Закопирую Сразу же Без ответа Скопируем И в ВК Их скину Где она Наша конфа Уже столько сообщений Успело мне прийти Вот она Наша конфа Здесь выберем 13 сектор И отправляю Стишки Все Теперь я их Зачитаю Никита Куцый Из города Ишунь Прислал нам Это стихотворение Прослушайте Стихотворение Этот вопрос По-своему красен Для кого-то легок Для кого-то опасен Сможете взять его Без подсказки Надеюсь Вы удивитесь Развязки Есть человек Он натурой хорош И это не лысый Пиратский горош На карте Он стоит В бликах света И от Магрейна Принял эстафету Генри В начале Кольцо В окончании В пепле горит Его завещание Тот же Кто хочет ему нос утереть Идет несомненно На верную смерть В какой карте Шла речь В вопросе Время пошло Ух ты же Нифига Так Время пошло На самом-то Давай еще раз Для кого-то Он легок Для кого-то Опасен Сможет Взять его Без опаски То есть Это 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 Какой-то предмет По-любому Это не лысый Пиратский Горош Кто такой Магрейн Не знаю Давайте Прогарить его Завещание Что за вещание Не цепляйтесь Магрейну Давайте дальше Завещание Тут кто хочет Затереть нос Генри в начале Завещание Предсмертный хрип Ну да Может Дэсбайт Какой-нибудь Там Или что Дэсбайт Кто умирает Может быть Это Абоминейшн Которая 4-4 Харт Таун Которая Наносит Дэдрон Бессмертный А почему Поганищик Магрейн Это из Варкрафта Чувак И он Типа Плагил Там Блей А может Я Варик Треть Играл Время вышло Господа А может Господин Капитан Дракон Ваше решение Кто будет отвечать Можно Попросить Вас еще раз Прочитать вопрос Тогда капитан Решит Кто будет отвечать Нет Сначала Нужно Определиться С отвечающим Ну Наверное Пока что Из всех версий Которые у нас Родились Это была только Одна Более-менее Адекватная То о чем Говорил Паша Насчет Поганища Поэтому Пусть Паша Отвечает Спасибо Паша Я слушаю вас Это просто Твоя версия Посмотрите Еще раз Вопрос Пожалуйста Может Что-то В голову Легко Этот вопрос По-своему Красен Для кого-то Легок Для кого-то Опасен Сможете Взять его Без подсказки Надеюсь Вы удивитесь Развязки Есть человек Он натурой Хорош И это Не лысый Пиратский Горош На карте Он стоит В бликах Света И от Магрейна Принял Эстафету Генри Вначале Кольцо В окончании Пепле Горит Его завещание Тот же Кто хочет Ему нос Утереть Идет Несомненно На верную Смерть О какой Карте Шла речь В вопросе Ну По-моему Это как раз Поганища Черри Черри Присмертный Клейп Наносит Два деможи Всем Как раз У него Золотой Арт Он стоит В бликах Света И Я вас понял Я вас понял Походу Это Тирион Внимание Правильная Версия Господа Вы знаете Как зовут Генрих Кто такой Генри Как думаете В каком Генри Генри Форд Да Да А кольцо Кольцо По-английски Знаете Ринг Ну да Нет никаких Мыслей у вас Теперь По этому Поводу Ну да Это мой Тирион Форд Ну я Я Ну типа Я протупил Ты еще раз Прочитал стих И я Я сказал Ответ Когда уже Паша Отвечал Да Надо было Выбрать На себя Действительно Правильный ответ Это Тирион Форд Ринг И у него Есть предсмертный Хрип Как вы правильно Подметили Что это Завещание Лорд Александрос Магрейн Первый Ашбрингер Испепелитель Это пушка Которая У Тириона Ну Вы были близки Опять же Таки Немножко Не хватило Неверно Счет 2-2 Интрига Интрига Возрастает Это хорошо В счет Туда-сюда Скачет Это отлично Начали вы С 0-1 Вышли вперед Теперь 2-2 Я люблю Такие расклады Да Потому что Все вопросы Не сложные Мы два вопроса Сами запароли 4-0 Ты просто Пока пересылал Паше ответ Вопрос Вот Уже Пошло время Ты давай его Перечидывай Скилухи Наверное Вопрос От Канцелерии Был Утер Там был Короче Утер Утер У нос И так далее Вот это На паладина Могло вас навести И вы могли вспомнить Так как вы сегодня Некоторые из вас Пересматривали Я думал Что Вот это Прям вам даст Второй игре По-моему Вообще Или Первой Да Вот Гном тоже Идет по вашим стопам Завещание Это Дезратл И Меф Кстати У них Прям команда Уже в сборе Сидят Готовятся К финальной Романа Бомбит Говорит Сложные вопросы У Романа Будет Бомбить По-любому Мне кажется Случаем Поехали дальше В целом Как я уже сказал Да То что Вопросы чуть легче Это не потому Что мы хотели Сделать вопросы Легче Вот опять же Мы Никому не играем В поддавки И наша цель Сделать игру Максимально Упорной Чтобы не было 0-6 Не было 6-0 Но баланс Найти идеальных вопросов Всегда конечно тяжело И какие-то вопросы Они перекочевывали С других игр Они могли быть там В тех играх Просто они не выпали То есть Тут рандом Элемент рандома С первой игры Конечно ничего не осталось Но чисто теоретически Такое было возможно Что прямо с первых игр Быть тянулось Тут будут еще достаточно сложные вопросы Я вот так вот сейчас пролистываю И понимаю что Пока что еще все Впереди у вас Ну что Счет 2-2 Следующий вопрос Вы прям смотрите Все там вы Или в этой части поля Готовы к этому вопросу? Да Поехали Поехали Снова Никита Куцинь Город Ишунь Внимание В вопросе С словами Икс и Игрек Заменены Другие два слова Как известно Одна из Антропоморфных Форм Икса Неравнодушно Относится к объекту Находящемуся На расстоянии 384 тысячи 400 километров От земли Иксы Также часто встречаются Среди полицейских чинов Игрек Это место рождения Тех кто изначально Был наименее Значимой формой жизни Пока генетические Манипуляции Не сделали их сильнее Сара Керриган Отмечала что Игрек Одно из самых Опасных мест Которые она встречала В Хардстоун Икс Игрек Это существо Которое может Оказаться Очень полезным В определенный момент И хотя Вы не увидите его В деклистах Но с помощью Одной раскопки Или исповедницы Пелтрес Вы сможете Стать его обладателем Назовите Икс Игрек Абсолютно точно Время пошло Что Икс это сержант Наверное какой-то Это легендарная карта Собраться Которую Пелтрес Призывает И ты ее не можешь Найти в его коллекции Понятно что это Лего Где была Сара Керриган Кто знает На Марсе Не подожди Сара Керриган Это из Старкрафта Да Там планета Немерина чувак Там компания По целой тьме планеты Идет Хотя вы не увидите Его в деклистах То есть Ну а какие есть Леги Которые нельзя Класть в деклисты Но их может призвать Пелтрес Или это просто Непопулярная лего Если ты Какой-нибудь С раскопки Рейнар там Ну вряд ли Как-то связан Будет со всем этим Как зовут Десять Десять Который вылетает С рывком Который не может Бить по лицу Может какой-нибудь Мажордом Экзекутес Фиг знает Мажордом Экзекутес А при чем тут он Изначально был Нои менее значимой Формой жизни Время, ребят Время, ребят Кто будет отвечать Господин капитан Ну давайте будет отвечать Тот, кто еще не отвечал Игорь Бородан Съехали Так, ну что Давайте Заслушаем еще раз вопрос По классике Так, ну Давайте Давайте мы будем хотя бы через раз не злоупотреблять этой темой. Ну, в этот раз я еще раз его озвучу, но в дальнейшем давайте не будем злоупотреблять. Ведущий тоже не бесконечно, язык-то может и истереться. Так, поехали. Внимание! В вопросе словами X и Y заменены другие два слова. Как известно, одна из антропоморфных форм X неравнодушно относится к объекту, находящемуся на расстоянии 384 400 км от Земли. X также часто встречаются среди полицейских чинов. Y – это место рождения тех, кто изначально был наименее значимой формой жизни, пока генетические манипуляции не сделали их сильнее. Сара Керриган отмечала, что Y – одно из самых опасных мест, которые она встречала. В Хардстоун X и Y – это существо, которое может оказаться очень полезным в определенный момент. И хотя вы не увидите его в деклистах, но с помощью одной раскопки или исповедницы Пэлтресс вы сможете стать его обладателем. Назовите X и Y абсолютно точно. И ваш ответ? Нет ответа. Нет ответа. Как-нибудь полицейский чин, капитан, я не знаю, сержант. Да, вот вопрос к вам, ребята. Все вы, наверное, встречали нечистых на руку полицейских. Вот слово «нечистое» мы убрали, чтобы вопрос не был слишком простой. Слышали о таких? Как называют их? Нет, нет. Оборотни в погонах, бла-бла-бла. Но оборотней нету. То есть на Украине тоже встречаются оборотни в погонах, да? Может быть, их так не называют у вас. Окей, соответственно, что за объект на расстоянии 384 тысячи находится и 400 километров? Можете догадаться? На таком расстоянии находится что-то, к чему неравнодушны оборотни. Ну, какой-нибудь Сириус. Нет, Луна. Луна, ну, Луна. Луна, да, Луна называли. А что, Луна есть? То есть у нас первая икс уже разгадана, это оборотень. Вы не знаете оборотней? Зерус? Да, да. Пейлтресс – это легендарное существо. А кто раскопать может? Я думаю, вы уже теперь без проблем разгадаете. Ну, понятно, археолог. Да, 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 да. К сожалению, нет верного ответа. Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Это же можно было путем логических разрешений. Да, я, кстати, даже оборотней не озвучил, потому что я подумал, что в Хайсе оборотней нету, то есть только Моргена. Я просто бы ни одного оборотня внешне не вспомнил. Вот, это, кстати, ваша ошибка, Михаил. В любом случае, если есть версия, лучше озвучить, кто-то ее раскачает. Можно подхватить. Если вы не знаете, не вспомнили оборотней, то кто-то другой мог бы подцепиться и помочь вам вспомнить. А по поводу Сары Керриган, не слышали? Давайте я зачитаю вам собственный комментарий, который мы написали к вопросу. Помянутый объект это Луна. И одна из личностей оборотня, Волк любит выть на Луну. Недобросовестных сотрудников милиции часто называют оборотней в погонах. Планета Зерус из вселенной игры Старкрафт является месторождением зергов, а позже перешел подлазь Керриган. Ну, как бы... Ну, а в ХС эффект карты оборотня Зерус достаточно рандомен, и вы, пожалуй, горчитесь, призвав его с исповедницей Пелтрес. Но не в том случае, если раскопаете его с черного археолога. Кстати, по поводу раскопки, там тоже все было как-то более просто. Вот этот вопрос лично я немножко усложнял. Он, на самом деле, действительно несложный. Но мы избавлялись от слов «чистый», а не «чистый» на руку, точнее, чтобы прям вот оборотень не брался слишком легко. И вот по поводу раскопки тоже было какое-то упрощение, вот сейчас уже не помню, что мы усложнили немножко. Но поехали дальше. Два-три. Да, отличный вопрос. Нет, пока что лучший вопрос из всех, что было. Мне тоже он очень понравился. Вопрос, на самом деле, супер. Никсикс молодец. Это мой зритель, который прислал этот вопрос. Вот до этого и стихи он тоже сочинил. Тоже, в принципе, я думаю, неплохие. В целом, может быть, где-то рифма немножко и хромает. Ну, там, не суть. Главное, что... Суть стиха, но... Можно было догадаться про Тиреона, и это достаточно несложно. Так, все, собрали булочки. Два-три, алло. Да, ну вот, кстати, вы по поводу расстояния как-то даже не пытались, да, с этой стороны раскрутить? Если бы про Луну догадались бы. Ну, я сказал, но это, опять же, не навело астрономов. Мы начали очень так выцеплять вопрос по кускам, не смогли в целом сложить. Ну, в общем, мы этот вопрос просто похоронили. Ну, да, кстати, про Луну я не услышал. Предыдущие два мы протупили, а этот мы просто похоронили вопрос. Ну, типа, мы его вообще не взяли, даже по кускам не начали разгадывать. Хорошо, второй вопрос от мистера Канцелиери, тоже он перешел из прошлой игры. Сразу наводящий вопрос к вам, команда СЛТВ. Вот киберспорт сейчас достаточно популярен уже по всему миру. Занимались ли вы настоящим спортом? Может быть, сейчас занимаетесь? Вообще увлекаетесь футболом, нет? В детстве все занимались. Я играл в футбол в детстве и увлекался. А сейчас, сейчас кто-то увлекается футболом, смотрит, может быть, футбол, нет? Ну, тогда пожелаю вам удачи. Ну, спасибо. Поехали. Сергей Канцелиери-Сидельник, город Днепр. Немецкий футболист Пер Мертизакер всегда отличался хорошей и грамотной игрой в защите. Так ему удалось отыграть в Бундеслиге 31 матч без единой желтой карточки, за что он получил прозвище Господин Икс. Икс также является частью имени одного персонажа игры Хардстоун, который, судя по внешнему виду и описанию, тоже довольно педантичен. По мнению автора вопроса, этот персонаж мог бы составить неплохую пару с Исповедницей Пелтрес, да вот, видимо, честь мундира не позволяет. Назовите этого персонажа абсолютно точно. Арт этой карты и боевой клич как бы намекают, что если игра стала слишком агрессивной, то, как и футбольный судья, показывающий карточку, он может усмирить противников на поле. Назовите его, время пошло. Лего этого паладина, который дает атаку всем единицам, нет? Да, да, я понял, в чем ты? Эдрик чистый. Эдрик чистый, да. Господин чистый? Господин чистый, да, но потому что ни одной желтой, ни одной красной карточки. Почему он с Исповедницей Пелтрес может составить компонент? Это легендарка. Просто потому что легендарка. Давай еще. Честь мундира не позволяет. Исповедница Пелтрес, это кто такая вообще изначально? Это та, кто приносит новой легендарке 5-4? Нет, я про то, кто она такая. Почему Эдрик чистый не может составить компанию? Потому что честь мундира не позволяет. Ну да, пока что не вяжется. Окей, давай кинем эту версию, давай еще что-то подумаем. Миротворец Алдоров какой-нибудь. Миротворец Алдоров, да, окей. Но он с Пелтрес не вяжется. Да, но он с Пелтрес не вяжется. Да, и Эдрик чистый не вяжется с Пелтрес. Они хотя бы не вяжутся с Пелтерс, потому что их нельзя за одну ману поставить. А Пелтерс и Миротворца Алборов можно поставить за одну ману. Ну, то есть это 3 плюс 7. Но не вяжутся, потому что это, может, не лучше. Время. Время, ребят. Хрен знает. Ну, типа, она просто как-то за уши притянута. Отвечает Александр Творына. Но твоя версия по-любому лучше. Слушаю вас, Александр. Ну, пусть будет Господин Чистый. Это единственная версия, которая приходит нам в голову, поскольку все остальное, опять же, не так много вариантов было. До конца мы не можем раскрутить этот вопрос. И, пожалуй, Эдрик Чистый, легендарная карта Паладина, которая дается всем вражеским атаку 1, подходит лучше всего. Ну да, она смиряет их. Я вас услышал. Внимание, правильный ответ. Пер Мертвый Закер играл очень чисто, как для защитника, потому получил прозвище Господин Чистый. Эдрик Чистый вместе с исповедницей Пелтерс является коллегами по цеху Серебряного Авангарда, а может и не только коллегами. В честь мундира намек на класс Паладина, потому что остальных в мундире как-то особо и не представишь. Педантичность, описание карты, что он постоянно принимает в ванну. И, что самое забавное, когда мы составляли этот вопрос, мы обратили внимание, что вот этот вот Эдрик Чистый, его арт, он вытянул так руку вверх, и там светится что-то желтенькое, что похоже на желтую карточку, и очень похоже, как вот эта механика, да? Точнее, не механика, а как в реальном футболе судья подбегает и показывает желтую карточку и вытягивает. Действительно верно. Поздравляю. Короче, если просто взять и выкинуть середину вопроса, выкинуть два предложения, вопрос берется намного легче. Вот это типа, по мнению автора, это всегда... В этом и суть. Опять же, пересматривая предыдущие выпуски, часто, если слишком заморачиваться и начинать цепляться прям за все наводящие вопросы, то уходят в сторону зачастую игроки. Да-да-да, ну для этого сделано, но вы потом можете проверить. Вы не знаете лор, видимо, хорошо, поэтому связайтесь с поведенницей Пелтера, с Эдрика Чистого. Да, кто-то с лором знаком из вас? Вообще. Ну, Паша... Нет. Паша сразу сказал нет. Паша MVP просто. Ну, вы молодцы, не играя в футбол, как бы не следя за игрой, все равно знаете, видимо, вот эти понятия, что господин чистый, чистая игра и так далее. Ну, вопрос, в принципе, интересный и не такой сложный. Нет, Парта Закера-то я знаю, опять же, не играя в футбол, там не увлекаюсь. Ну да, но все смотрят там какие-то финальные стадии, опять-таки, я думал, может, какой-то таунт, может быть, это что-то связано там с Германией, опять-таки. Я боялся, что вот он может усмирить противника на поле, это вот прям он даст вам ответ, фактически. А откуда, кстати, Александр вот... Ну, ответ родился достаточно быстро. Сразу сказал карту, фактически просто не вспомнил название. С какой наводки получилось? В конце, ну, то есть, когда ты считался вопрос уже, когда вот про усмирение, да, вопрос. Усмирение, да, все-таки навело тебя на мысль об этой карте? Просто карта не самая популярная, на это тоже был расчет, Эдрик чистый, он сейчас... Где в ладере вы его встретите? Ну, его пытались играть в Зот Паладинах, но недолгое время. Он, да, и в Рено Паладинах он играл, ну, типа, в Бурлок Пали, я его, кстати, играл долгое время. Он, в принципе, юзабельная карта в Контроль Палах. Кстати, во всех Хилладинах он играл. А почему он не вяжется в итоге с Пелтресс? Не, зачем? Вяжется, вяжется. Честь мундира не позволяет. Там, получается, да, они коллеги по серебряному, по цеху серебряного ангарда. А, вот, почему что? Да, да, да. А честь мундира не позволяет, что просто намек был уже на Паладина. То есть, как бы, получается, в этом вопросе, то, что намекнули, что они связаны, они в серебряном ангарде находятся, но при этом дальше, что уже наводка идет. О, Супер Блиц, кстати, поздравляю вас, ребят. Выпал Супер Блиц, и капитану нужно принять решение, кто же будет в этот Супер Блиц играть. Кто хочет играть? Михаил, ты, как самый опытный. Ну, да, да. Я предлагаю проголосовать за Михаила. Не догласно. Не догласно. Хорошо, да, да. Давайте я на первом вопросике насосу, и дальше 3-4. Михаил, помни главные вещи. Вопросы зачастую в Супер Блице, они, ну, главное, на первое ответить, дальше пойдет логическая цепочка. Да, есть такое. Ну, давай попробуем. Все, ребят, напоминаю, что сейчас мы остаемся с тобой один на один, Михаил. Вас, ребят, попрошу тогда мут на скайпе поставить, да, чтобы не... О, все, вижу, Игорь уже что-то говорит, но я его не слышу. Все, ребят, создаем полную тишину, не отвлекаем, ну, и, само собой, Паша не подсказывает Михаилу, потому что находится в одной комнате с ним. Да, Паша тут из Киева приехал, по-моему, специально, чтобы вместе сыграть в Штурзе, когда вот вместе с своей девушкой тоже смотрит за тем, как мы играем, так что все, все замечательно. Да, вместо Паши теперь обои, все отлично, никто не подскажет никому. И, напоминаю, за игровым столом остается один игрок, которому будет задано три вопроса по 20 секунд обдумывания на каждое. Игровое очко команда получит в случае правильного ответа на все три вопроса. Ну что, Михаил готов? Поехали? Дом, дом, давай. Дмитрий Калинский, город Биск. Икс – это имя легендарного существа из игры, профессия которого совпадает с прозвищем музейных работников. Икс является одним из шести боссов в игровом обучении Хардстоун. Хотя он не имеет к прибамбаску прямого отношения, но упоминает нефрит в одной из своих фраз. Назовите Икса. Время пошло. Профессия просто искать для музеев. Икс является одним из шести боссов. Блин, сто лет назад проходил обучение. Даже близко нету идей. Вообще. Ну, типа, музейные работники, что-то надсмотрщики. Он не легендарный. Так, есть какая-то версия? Время вышло. Харрисон Джонс. Потому что музей должно храниться в музее. Ну, это просто хоть что-то, но это неправильный ответ. Да, к сожалению, это неправильный ответ. И, ребята, возвращайтесь. Может быть, у вас есть версии. Возможно, у вас есть версии. Я совсем прав. Нефритовая змея направляет меня? Что это? Новорокер Чо. Хранитель истории. Это хранитель истории Чо. Может быть, Хогер какой-нибудь. Хранитель истории Чо. Паша прав, это хранитель истории Чо. Да, да, да. Есть верный ответ от дяди Паши. Хранитель Паши. Да, 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 он является одним из шести боссов, которого нужно вначале победить. И нефритовая змея направляет тебя, действительно. Если бы вы брали этот вопрос вместе, я думаю, вы бы его взяли. Раз у всех какая-то была версия нефритовая змея, фразой сказал он. ей-богу, не помнил, что War Worker Чо был на обучении. И обучение просто с того времени, как прошел изначально, больше не проходил. Это действительно, ну, как бы, это такой факт, который, может быть, был бы актуален для тех, кто там обузил себе друга, чтобы там бустер получили этого. Ну, и Александр недавно на Америке себе зарегал аккаунт, потому что у меня даже аккаунта нет на других серваках, я вообще обучение нигде не проходил. Жаль. Я предлагаю докрутить этот вопрос все-таки и ответить на все остальные все вместе. Так, конечно, посмотрим. Поехали. Я отвечу сейчас верно, но, конечно, ответ неверный. Так, тут фанат Творыны 322 рубля задонатил. Спасибо огромное фанату Творыны, мы эти деньги обязательно в фонд игры Ты же понимаешь, что цифра неспроста. Да, да, да. Возможно, это даже гнум. Так, ну что, давайте на второй вопрос попробуем ответить. 20 секунд будет на ответ. Y в переводе с латыни означает петух. Y по национальности также был весьма упитанный герой Жерара Депардье в серии фильмов и мультфильмов про двух героев под веществами. Назовите Y точно, время пошло. Хорошо, что я не ответил на первый вопрос. Стариси Абеликс. Абеликс. Ну, Абеликс, да. Ну, да. А Абеликс, причем тут, ну... Абелиск, наверное. Абелиск? Так, а что нет? Y по национальности также был французишкой. В фильме он был Y по национальности. Галом. Гал, да. Гал, Гал, все верно. Да, Гал. Верный ответ Гал здесь. Еще Гал, типа. И последний вопрос. Z это имя лидера орчего клана Сумеречного Молота. В игре с его помощью вы сможете сыграть заклинания, с одной стороны, абсолютно бесплатно, но с другой стороны, за это придется дорого заплатить. Назовите Z. Гал, что Гал? Что Гал? И ты складываешь из «Чо» и «Гала». Ответ на первый вопрос у тебя дальше. Ну, второй, третий, да, они простые, типа. Ну, главное было первым. Ну, да, но я бы не сказал, что второй прям простой, но первый, самый сложный, здесь идет по убывающей. То есть, первый был вопрос самый сложный, а дальше уже можно было докрутить. Третий вопрос, я вообще был категорически против, чтобы вы понимали, чтобы вот такое появилось, потому что у нас уже ответ есть. Просто составление ответов на предыдущие вопросы. Слишком сильно логика уже прослеживается, как бы надо вырвать из контекста. Да, просто вы только что посмотрели все игры, до этого никто на это не обращал внимания, как вы помните с Корбаном, а, вы не смотрели игру с Корбаном, наверное. Я смотрел. Там было забавно, когда они не смогли разгадать полностью. Когда там ответ уже был Корбан Даллас, в принципе. Да, 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 было забавно. Вот, да, и вот такие вещи обычно не вспоминаешь, тем более, когда играешь один, один на один остаешься, у тебя вообще как бы голова там находится немножко в другом месте. Но, к сожалению, верного ответа не было на первый вопрос. Вместе вы, наверное, взяли. Мы, на самом деле, поменяли местами. Это изначально был Блиц. Это просто вам держу в курсе, как говорится. Если был бы Блиц, я думаю, то шансы были бы не в Лосе. Шансы были бы, да, гораздо больше. Если бы это был Блиц, мы бы взяли. Но я на Супер Блиц и с первым вопросом за тут. Но игры он самый сложный был. Понятно, правдывается. Чаще всего у нас было наоборот. В Супер Блице начиналось с более легкого, сложнее и финалочка. Здесь мы решили пойти от обратного. Сначала более сложный вопрос и дальше. Ну, Гал тоже не так легко берется. Национальность вспомнить не каждый сможет. Ну, там, да. То есть, еще надо навозить. Астрикс, Абеликс, Гал. И это такое. Тебе надо сначала найти, что это Астрикс, Абеликс, а потом сказать, что это Гал. Ну, да, да. Я, честно говоря, ни одного другого фильма с Джераром Депардье не вспомнил. Серьезно. Так, ну что, поехали искать следующий вопрос. У нас еще получается 6 вопросов на поле. Еще 3-4. Зрители вырываются вперед. Максимальная интрига. Это классно. Это интересно. Посмотрим. Сможете ли вы сейчас взять вопрос, чтобы продолжать вот эту вот серию. Чтобы не разрывалась более чем на 2 очка игра. Вытащить. Давайте, я вас верю. Так, блиц уже вроде бы проскочили. Скорее всего, будет третий. Нет, нет, нет. Не собирается останавливаться еще. Что, волчок прям подключенный волчок. Жал, куда-то не туда. Так, ну что, готовы к следующему вопросу? Поехали. Да. Сергей Консильери-Сидельник. Город Днепр. Снова атакует вас вопросами. Он этой архетип персонажа фантастических произведений, который, как правило, отличается отсутствием здравого смысла и окружен таинственностью. Конечно, глупцом его назвать сложно, однако, своими поступками он часто стремится показать всем свое могущество, пытаясь изменить законы природы, например, созданием смертельного опасного оружия, а потому традиционно считается отрицательным персонажем. В статье русской википедии с одноименным названием в качестве ссылок на него упоминается доктор Франкенштейн, профессор Гриффин, инженер Гарин. В стандарте вы его уже не встретите, однако, в свое время он показывал всем, на что способен и играл в нескольких популярных колодок 2015 года. Назовите его двумя словами. Время пошло. Безумный ученый. Безумный ученый, Франкенштейн. На это идеально подходит. Инженер Гарин, насколько я понимаю, это гиперболоид инженера Гарина имеется в виду книга. Если я правильно понимаю. Гриффин туда же. Ну окей. Ну это пока что идеально. Безумный ученый. Давайте дальше крутить персонажа. Что еще из стандарта, да? Во-первых, это должен быть 100% Рамос. Да, это какие-то мехи. Какой-нибудь там Крошер, Доктор Бум. А может быть Лего, который создает оружие там? Доктор Бум. Нет, нет, нет. Лего, который создает оружие это какой-то там Близкотрон 3000, как бы как-то так его зовут. Близкотрон сюда не идет. Ну смотри, Доктор Бум там. Не, ну опять же, можно за уши. Да, безумный ученый создатель смертельно опасного оружия. Это типа ученые, которые безумные. Просто перекручивайте еще варианты, какие есть. Безумный ученый идеально подходит. В свое время он показывал на что способен. Играл в популярных проводах. Время, ребят. Кто будет отвечать? Отвечает дядя Паша, заслуженный режиссер Старладера, лучший режиссер по версии журнала People в 2015 году. И прекрасный человек отвечает на данный вопрос. Спасибо. обладатель хрустальной мыши и двух хрустальных наушников. Спасибо, Михаил. Спасибо. Это безумный ученый. Это ответ на вопрос. Безумный ученый, я вас услышал. Внимание, правильный ответ. Стиль поведения персонажа явно наводил на мысль о том, что у него с головой не все в порядке. В статье в Википедии приводились их литературные примеры. Доктор Франкенштейн, создавший голема Человек-невидимка Гриффин, не путать с папашей Гриффином и Гарин с своим гиперболоидом. Слово глупец и показал упоминалось два раза. Подсказки к фразам карты, игравшей во фризмаге и ханте, в ушедшем в Вайлд вместе с Наксом этой карты. Эта карта безумный ученый и ответ верный. Поздравляю вас. Тогда Паша отвалился, потому что Паша решил не подключать зарядку к ноутбуку. Главное, что он не отвалился во время вопроса. Фейковая империя появилась вместо Паши в скайпе. Давай, давай, подключайся. Так, давайте мы подождем тогда Пашу. Счет 4-4, вы сравняли и продолжаете вот эту упорную борьбу, вот эти качели. Это классно. Давай, давай, Паша, заходи. Да, Пашу нам в любом случае нужно дождаться. К сожалению, только у него как, вырубился ноутбук вообще или он в ждущий режим ушел? Вырубился, да, он разрядился. Реально только у Паши могло такое быть. А справа внизу там ничего не наводило на мысль, там какие-то сообщения о том, что осталось тебе. Сейчас такое сообщение на ноутбуке справа снизу почитать. Лишком сложно, да, это? Хорошо, просто я к чему вопрос-то задаю. Он, скорее всего, к игре уже переподключиться не сможет. Я не уверен, но он попытается, конечно. Он как минимум нужен нам в скайпе, чтобы у нас вернулась картинка. Да, я думаю, что Паша может присоединиться к нам в скайпе с ноута и читать со мной с одного монитора, благо он находится у меня дома. Да, да, да. Капап Райд. Неожиданно, как так получается, Михаил? Расскажите. Расскажите, Михаил, как вы познакомились с Павлом и как давно вы начали жить вместе? Я почему-то про другого Павла подумал сразу же. Павел Давича из Киева приехал вместе со своей девушкой, Александр. С девушкой? Оливи, просто стопроцентная. Александр, спрашивай, как давно мы с тобой решили сожительствовать вместе? Это было спонтанное решение. Спонтанное решение? Но взаимное. Я надеюсь. Михаил, а Соля дома вообще? Соля в Польше. А, все, вопрос. Павел Давича. Да, и девушек в кадре тоже не было, на самом деле. Так что пруфов никаких. По-моему, там это, сходочка у них. Сходочка Старладера намечается там. Все, все, вернулся, вернулся Павел. Супер. А игра запущенная осталась, Паш? Нужно, да, перее... Нет. Она, ну, заново тогда попробуй, перезайди, может быть... без проблем. Интересно, работает эта система коннекта заново или нет? Ну, если что, да, вопросы тогда. Ты вебку в любом случае не отключай. Угу. Вы успешно вошли, но... Все вопросы на месте, да, скорее всего? Нет, ничего не на месте. Ничего не на месте? А что, что видишь ты? Подожди, ты подключился, ну, поэтому, через... А! Там же подключиться к игре нужно. Так, ага, я смотрю, и у меня ошибка вылезла, походу. Вы успешно вошли, говорят, да, походу полный сброс, не? Да, полный сброс полностью. Ну, это у Паши, у меня все, у меня все осталось. У меня тоже успешно вышли, бежит. Угу. Ну, у нас есть только одна возможность, тебе нужно попробовать покрутить волчок, и мы тогда узнаем точно. Не, ну, я в игре, вроде все неплохо. Я тоже в игре, у меня тоже все... Плюс. Так, 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 секунду, у меня вот, походу, не в игре я. Какие вопросы сейчас на столе? начиная... Такие же, как у тебя на стриме. Раз, два, три, четыре справа, один слева. Все, понял. Начиная с третьего, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмого, восьмого нет, девятый, да? Все. Они у нас не пронумерованы, но типа, да. Ну, если после тринадцатого первой, то с третьего, да, с третьего. Давайте я попробую перезапустить волчок. Ой, мой дико. Ну, волчок пошел, да? У всех вращается? Ну, все, и Паша, он крутится, значит, Паша просто будет счет 0-0, но вопрос он будет высвечивать. Ну, да, скорее всего так и будет. Ну, хорошо, если вопрос высветится, ты скажи, если не высветится, бросай наушники и беги к лебедю. Без проблем. Все. Потому что на слог все равно сложно определять, видеть вопрос нужно. Так, ну что, счет 4-4, вообще в оригинальной игре я знаю, что есть такое правило, что в конце там, если счет 5-5, то решающий вопрос задается одному человеку. Мы такое не вводили, но в дальнейшем, возможно, подобную практику ведем. Это усложняет сильно, на самом деле. Кстати, по-моему, в игре с Романом, как раз с Гномом, был такой же момент, только он в Супер Блиц выпал ему непосредственно. Так совпало, что последний решающий вопрос, он играл в Супер Блиц. Так, ну что, ребят, у нас выпал снова 13 сектора, это означает, что вопрос будет номер 3. Вы готовы? 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 Поехали. Алексей С.Т. Спиро, Юрков, из города Владивосток. Хотя это и противоречит полученным еще в школе знаниям, известно, что в 1820 году в центральных губерниях России это произошло в начале сентября, а в пустыне Сахара это произошло 18 февраля 1979 года. В ХС же это чаще всего может произойти в поздней игре, заставляя многих замереть восхищение, отвлекая детей от школы. Время пошло. Ну, выпал снег, истощение, заморозки, ну, истощение в конце игры в ЛАИТе. А почему отвлекая детей от школы, замереть восхищение от истощения? Ну, истощение это типа фатиг. Ну, смотри, замереть восхищение можно, ну, типа от того, что ты видишь истощение, ты не видишь. и тяжеловато. Хорошо, какие в ЛАИТе? Смотри, 20-й год центральной губернии России это произошло в начале сентября. Землетрясение. Заморозки, землетрясение, выпал снег, я не знаю, наводнение. Пустыня Сахара это произошло в 18-м году в 1879-м году. Чаще всего может произойти в поздней игре. Ну, какая-то, может быть, голод какой-нибудь там или что-то типа того. Истощение. Ну, истощение, фатиг, да. Ну, а почему это отвлекает детей от школы и почему заставляет замереть восхищение? Заморозков нет. Но заморозков нет в Харстоне. В Харстоне есть только истощение, фатиг. Призмак, Рокмат, Адейс. Время, господа. Господин капитан. Александр Творына отвечает. Слушаю вас, Александр. что речь идет о истощении, так называемый фатиг, который происходит чаще всего в конце игры, когда заканчиваются карты в колоде и постепенно ваш герой начинает умирать. Стиком. Я вас услышал, Александр. Как думаете, в 79-м году только в Сахаре было истощение? Или там чаще оно происходит? Только в 79-м году. Просто, я не знаю, какое-то наводнение, снегопад, но в Харстоне это не вяжется. Версия, версия была правильная практически. Я думал, что вы сможете добить внимание, правильный ответ. Ну, давайте мы все-таки добьем этот вопрос. Я думаю, что вы сможете его взять. Вот, как думаете, что... За дворы, ну и двор стреляют в упор. Соточка залетела от Удине. Спасибо, это все пойдет в фонд игры. Спасибо огромное. Если команда сможет выиграть в этой игре, возможно, это прям непосредственно уйдет. В заморозке снежная буря. Снежная буря, наверное. Да, верный ответ. Снежная буря. Заклинание мага, большой монокост подразумевает, что можно разыграть только в поздней игре. Нету заморозков, да? Замораживает. Это шутка про школу, это шутка в описании, которая была, что отвлекает детей от школы. Ну и, само собой, замереть в освещении. Да, 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 да. Это в описании карты. Ну и в 820 году это произошло в России. Так что, снежная буря, это близко за 6 маны? Да, да, да. А какой-то лейт. Ну, типа, я откинул эту версию, потому что шестой ход на дворе это не лейтгейм. Какая-то поздняя стадия игры. А, Михаил, ну надо все версии высказывать. В принципе, да, вопрос-то несложный, опять же. Так в смысле, ну, а как в поздней, ну, мы что-то будем видеть в поздней стадии игры. Мы откидываем все карты монокостом 9 и ниже. То есть это только какая-то десятка типа Рафаама, может быть. Да нет, ну зачем? Ну, ранняя стадия игры это... На самом деле, под лейт, ты думаешь, что карты кончаются, да, больше к фатигу как-то склоняешься. Пятый ход? Я играю монетка Blizzard, ну какая-то поздняя стадия игры. Ну да, смотри, просто тут суть-то в чем, что более поздняя стадия игры, да, не говорим, что именно там под фатиг или еще что-то. Я не знаю, почему вы подумали про истощение, именно вот в этом направлении пошли думать. Слишком поздняя игра. Я бы подразумевала, что там не тридцатый ход, да, там, а просто и не первый далеко. В смысле далеко не первый ход? Пятый ход можно дать Blizzard с монеты? Ну, можно дать под этим, под Миллхаусом на первый ход, но это уже, знаешь, как бы... Так, ну я же не говорю про Миллхаус, я говорю про то, что, ну, в каждой игре это... Господин Коэлл, все, слили так... На самом деле, это достаточно отдельное замечание, я ничего не говорю. Возможно, это больше запутало. Ну, в любом случае, нужно озвучивать такие версии. Это не запутало, это убрало все заклинания мага. Убрало Blizzard, конус холода, все убрало. Ледяную глыбу, это, возможно, должно было брать конус холода, а вот как раз про снежную бурю уже можно было подумать, на самом деле. претендент выходил на стол на секрет палок к поздней стадии игры? Это такие, ну, условия, ну, это совсем жесть. Ну, вопрос и так достаточно простой, если бы мы сказали, что там за 6 маны можно разыграть, или еще что-то. Просто хотелось, чтобы вы отмели версии с дешевым монокостом, вот эти все ледяная стрела, конус холода, вот кольцо льда. Прежде всего, мы хотели отмести именно другие заклинания мага, которые в более ранней стадии игры можно разыграть. Вот и все. Все, что мы хотели. Да, счет 4-5, зрители вырываются вперед, и у вас все еще есть шанс победить. Поехали искать вопрос. Тут все еще лежит Блиц. Еще 3 обычных вопроса и Блиц. Я все прям пройдусь, посмотрю, какие там вопросы остались. Мне очень интересно уже, что там еще есть интересного для вас. Ага, Блиц, ну Блиц понятно. Блиц, понятно, звучит устрашающе. Да, пятый вопрос отлично. Как неизбежность. Ну у нас по сути огромные возможности этот Блиц получить сейчас, потому что половина поля намекает на Блиц. Ну почему, если проскакивать будет, можно и не получить. Блиц проще играть, чем... Да, Блиц больше вероятности у вас будет, потому что очень много стрелок указывает именно на него. Ну все, да, и действительно вы проскочили. И у нас будет Блиц. Все команды будете отвечать. У вас будет по 20 секунд на каждый вопрос. Опять же помним про наводящие вопросы. Главное на первые ответить. Да, ребят, внимательнее, смотрите все отсылочки. Это я напоминаю, может быть, последним вопросом, а возможно и предпоследним. Этот вопрос может закончить игру, либо мы ее продолжим. Соберитесь, всей командой работаем. 20 секунд. Поехали. Никита Куцей из города Ишунь. Ответственность за этот Блиц взяла на себя Аль-Каида. Во всем Азероте не найдешь игрока лучше, чем он в одном виде спорта. Появление, пускай и редко, этого парня на поле боя доставит особые неприятности, к примеру, одинокому гоблину-телохранителю, слуге Йоксерона, а также коллеге этой карты по амплуа, наносящему своим боевым ключом 6 единиц урона. Назовите этого доставщика неприятностей. Время пошло. Бомбер 3-3 Как его зовут из урона? Безумный. Творыно, как зовут Бомбера? Я понял, о чем речь за 5 кристаллов маны. Да. Ну потому что там 5-4, 5-4, 5-4 у всех. Бомбер, давай. Еще более безумный Бомбер. Нет, 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 Взрывайте. Александр, давай вспоминай. Время вышло. Время вышло. Михаил, вам решать, кто будет отвечать. Александр Творыно, но он за трот арену просто... Повторите, пожалуйста, никто не вспомнит. Легко. Ответственность за этот Блиц взяла на себя Аль-Каида. Во всем Азероте не найдешь игрока лучше, чем он в одном виде спорта. Появление, пускай редкое, этого парня на поле боя доставит особые неприятности, к примеру, одинокому гоблину телохранителю, слуге Йоксарона, а также коллеге этой карте по амплуа, наносящему своим боевым ключом 6 синиц урона. Назовите этого доставщика неприятности. И ваш ответ? Подрывник. Ваш ответ подрывник. Я вас услышал. Я услышал и правильный ответ на самом деле. Бомбометатель. Да, Игорь подсказывал, хоть это было запрещено, и этот ответ, конечно же, я принять не могу, если бы Александр еще его повторил. Но, к сожалению, бомбометатель это правильный ответ, а бы подрывник. Я на этот, на вопрос смотрелся, опять же, вспоминал. Ну, про карту вспомнили, опять же, забыли название, к сожалению. Давайте докрутим, сделаем такую, знаете, поправочку, чтобы вы были близки, бомбометатель даже прозвучал. Давайте попробуем докрутить, и уж остальные вопросы, я думаю, тоже добьем, потому что смысла нет их оставлять. Так что давайте соберитесь. Будем считать, что вы ответили правильно на этот вопрос. Если бы ответили правильно, посмотрим, докрутим игру, был ли у вас шанс на победу в этой игре. Ну, кстати, тут наводок достаточно много, я думаю, что это вопрос... Ну, нет, ну, тут читается бомбометатель вообще легко. Да, просто названием были... Я на английском сказал название. Ну, да. Как бы в этом я уже и говорю сложность многих вопросов. Карты не самые популярные используются. Можно вспомнить, что, кто, но как именно называется карта? Это... В смысле, он на английском называется мэдер-бомбер. Как его перевести? Еще более безумный подрывник? Нет, не про ту карту думаешь. Локализация... Ты говоришь про 5-4, который разкидил бомбера, завиждает. Про большой бомбер, говоришь, а этот типа 3-4, а он блогер, да? Да, да, да. Он блогер, да? Он убивает существ как раз, вот, и слуга Йоксорона, как бы на это намекали мы. Ну, давайте, докрутим дальше. Эта карта регулярно подрывающего свое здоровье класса... Эта карта класса регулярно подрывающего свое здоровье из дополнения гоблины и гномы сперва была недооценена. Некоторые считали, что для своего монокоста она наносит недостаточное количество урона, однако со временем заняла свое прочное место в контроль эмали-колоде одного класса. Перейдите на нужную сторону силы и назовите эту карту точно. Время пошло. Ну, это локовская карта, потому что подрывающая свое здоровье. Какие карты в Малилоке, например, играли, которые до этого не оценили? Ну, а Жок... Ливенгрудс друидовская, нет? Ливенгрудс друидовская. А, он же Гоблинтонка, да? Опять же, с бомберами что-то связывается. Да, даркбомба задвиженная. Темная бомбардирная. Так, время вышло. Эту карту, темная бомба за два кристалла, которые наносят урон. Все. Есть верный ответ. Темная бомба, это верный ответ, действительно. Карта, которую недооценили... Ломбард сжигает свое здоровье, да, из-за чего недооценили, а потом Малилоки начали нагибать темную бомбу, а потом стали вязать все подряды. Да, 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 да. Считали, что есть ледяная стрела, которая наносит три урона и замораживает. Это как бы не солидно темную бомбу использовать, но в итоге заиграла, Малилоки нашла свое место. Ну и третий вопрос. Никогда не стоит склонять по родам название этой карты, иначе да спасет или опалит вас свет. Эта карта просто взорвет как ваше лицо, так и физиономию оппонента. Своим боевым кличем она, кстати говоря, также наносит шесть ненец урона, как ее собрат по амплуа из первого вопроса. Назовите ее двумя словами. Время пошло. Света. А кто говорит там Света Полит тебя? Прист. Ничего не Окей, хорошо. Значит, это пристовская карта. Может, это мелкая бомберша, которая... А нет, 5-4, чувак, который под обилку раскидывает по 4. Он 4 наносит. Он 4 наносит, А мелкая бомберша, которая 2... Теневой бомбардир, она 2 наносит. На 2 наносит, да? Теневой бомбардир, наверное, не знаю, но правда, почему 6 урона? А, он 3 наносит. Теневой бомбардир, ответ. Он 3 тому, а 3 тому. Если 3 тому, то да, то теневой бомбардир. Действительно, это теневой бомбардир. Все верно. Ну и зачитая комментарии, тут мы это все записали. Как вы уже поняли, все эти карты, Блицы, то или иное, связаны с бомбами. Это уже как бы было понятно. Во всем Азероте не найдешь игрока луча в его виде спорта. Отсылка к описанию карты. Чемпион Азерота по ковровому бомбометанию? У бомбометателя написано, это вот к первому вопросу. Редкое появление намек на редкость карты. Все существа, упомянутые в качестве цели, обладая статами 5-4 за 5 маны. В том числе и коллега Памплуа, ошалевший подрывник, вот как раз о котором вспомнил дядя Паша. И умирают от боевого клича от боевого клича бомбометателя. Словом, особый доставит, указывает на фразу особая доставка. Ну, это вот уже отсылка к фразе. Перейди на темную сторону. Это вот намек на темную бомбу был. Ну, и в принципе вопрос не такой сложный, так как об этой карте активно говорили изначально, а потом она действительно заиграла. И никогда не стоит склонять парадам название этой карты, иначе да спасет вас свет. Отсылка к описанию карты. Апалит свет это небольшой намек на класс жреца. И свет апалит тебя, да, то есть чтобы вы поняли, что это жрец. Ну, и боевые кличи, теневой бомбардир, наносит 3 единицы урона каждому игроку, что в сумме дает искомое 6 урона. То есть в принципе вопрос вы этот бы взяли, но вам понадобился и на второй, и на третий вопрос. Чуть больше времени я давал такую возможность. Ну, и вопрос в итоге брался. Кстати, дядь Паш, что-то у тебя там происходит. Тебе стало 3. Тебе стало 3. Паш уже начал. Разного. У меня? Да, что-то режиссер трансляции начинает немножко, немножко, троить. И немного с зеленым ты покрылся. Не знаю. Тебе периодически... Хорошо, Паша, продолжай. Это идеально, по-моему, сейчас. Да, там даже уже мистер, который поддерживает второй раз на соточку, тоже подметил, что что-то не так у тебя с вебкой. Какую дали? Держит в курсе. Ну, какую дали, да. Ну, что, условно счет 5-5. Вы почти взяли этот вопрос. Давайте продолжим, посмотрим, если бы вы все-таки добили первый вопрос, знали бы название этой карты, смогли ли вы выиграть бы в этой игре. Счет 5-5, и мы... Причем, Паша в скайпе нормально, это у тебя... Нет, у меня в скайпе тоже он троит. у меня в скайпе нет. У меня в скайпе нет. У меня в скайпе нет. можете потом... А, он на трансляции такой был. Да, там уже покчампы пошли, три дяди Паши и три покчампа. Патроны. Кстати, да, скрутили дядю Пашу. Дядю Пашу крутанули. Дядю Пашу, три патроны. Ну, сейчас нормально стало? Да, 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 сейчас стало хуже, конечно, но ты один, да. Ты испортил Пашу. Там было веселее, как бы, ребятам нравилось. По Парту дяди Аши там вот в версии пошли. Гном теневого бомбардиры тоже у которого смотрю. Ну, гном там, по-моему, уже 12-0 идет. Сейчас бы в чате сидеть, это вот это и умничать. Ну, да, да, да. Чила чатика. Ну, что, поехали. Докрутим эту игру. Как будем вообще до конца докручивать или этот вопрос будем решающим принимать? Ну, давайте решающим, а потом докрутим. Понял, давайте докрутим все уже вопросы. Финальная игра у нас будет, скорее всего, уже после Нового Года, навряд ли мы успеем подготовить ее до Нового Года, но после Нового Года в финале будем ждать команду победительную, это я скажу в конце игры. Так, давайте. Алексей СТ Спиро Юрков из города Владивосток играет с вами. В одном произведении пародийного жанра Шерлок Холмс расследует трагические события, вызвавшие гибель нескольких человек. Задавшись вопросом, кому это выгодно, Холмс легко обвиняет преступление группу именно их. Разработчики Blizzard, видимо, тоже относятся к нему не очень дружелюбно, так как подвергли его серьезному нерфу и буквально спустили его с небес на землю. Как и он может поступать с вражескими нитами в третьем Варкрафте? Кто же он? Время пошло. Кого нерфили очень серьезно? Да много чего нерфили. Конюка нерфили, собак нерфили, пеньки, рев, кучу карт. Жонглер какой-нибудь. Спустили его с небес на землю, как и он может поступать с вражескими нитами в третьем Варкрафте. Кто в третьем Варкрафте может спускать с небес на землю? Я, кстати, не одному существо не помню, чтобы он типа что-то притягивал с небес на землю. Почему Шарлок Холмс давайте? Группа преступления именно их. Кто? Какие-то жулики, не знаю. Доктора, доктор Бум, не знаю. Кого нерфили? Древо. Много, 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 вспоминайте, ну много кар, давайте вспоминайте кого конкретно. Предводитель Песни войны. Командир Песни войны. Нет, нет, не оно. Берсерков когда-то нерфили. Какие Берсерки? Ну, Берс стандартный 2.4 Варовский. Разъярённый Берсерк. Разъярённый Берсерк тоже не канала. Превращать, может, Полиморф превращать, поступать с юнитами в третьем Варкрафте. Так, ребят, время. Господин, капитан, кто будет отвечать? Давай ещё раз вопрос. Давай. В одном произведении пародийного жанра Шерлок Холмс расследует трагические события, вызвавшие гибель нескольких человек. Задавшись вопросом, кому это выгодно? Холмс легко обвиняет в преступлении группу именно их. Разработчики Близзард видимо тоже относятся к нему не очень дружелюбно, так как подвергли его серьёзному нерфу и буквально спустили его с небес на землю, как и он может поступать с вражескими нитами в третьем Варкрафте. Кто же он? Кто же он? Лерой Джингис, ну я не знаю, что за... Мехмастер-Замыкалец. Вот так. Мехмастер-Замыкалец. Хорошо, я вас услышал, а какому нерфу подвергался Мехмастер-Замыкалец? Ну он раньше ты выбирал цель, а теперь он рандомно превращается. А, нифига себе, он был круче в разы. Ну, как вы понимаете, уже это неверно. Если бы я это знал, то он мог быть верным ответом. Ну, давайте раскрутим. Вот как думаете? Давайте попробуем раскрыть дело. Представим себя Шерлоком Холмсом. И вот он расследует трагические события, вызвавшие гибель нескольких человек. Задавшись вопросом, кому это выгодно? Кому могут быть выгодны смерти людей? Как думаете? Юристы. Юристы, возможно. который 8 лет встречается с юристом, знаю, что юристы. Юристы, возможно. Одного игрока под ником юрист. Я тоже знаю, да. Вопрос, ладно. Другой немножко подойдет. Нет, это доктора уже нет, всякие патологи. Анатомы точно так. Помните, в свое время этих хантов, вот они ставили на первый ход. Да, 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 да. Могильщик. Могильщик, кстати, да, типа выгодно могильщикам, точно. Да. И серьезному нерфу подвергли, как после того, как он перестал играть. Он до этого получил не увеличил. А теперь только атака. А денис атаки хп не увеличивается. И в третьем варкрафте боевой юнит нежити могильщик имел вид паука и способен с помощью сети ловить летающих врагов. Опять же, если бы кто-то хотя бы был, кто в лоре варкрафта интереснее. Да, да, да. Могильщик тоже интересный, кстати, получился с мехмастером. Это вот Миша здорово вспомнил. Но мехмастер как мог подойти? Мехмастер... Ну, здесь это просто, да, взял за то из... Не, ну, ты мог хиксовать также, по-моему, в варкрафте что-то было. Да, но это за уши притянуто. Ну, да, тут как бы юнитов таких не было, мехмастеров, наверное. Про магильщика можно догадаться из первой наводки про Холмса. Да, да, да. Прикольно, да. Я даже вспомнил этот рассказ. Вопрос не мной составил. Ну, вот, Алексей Юрков составил. Кстати, те, кто... Блин, я об этом совсем забыл, но на те вопросы, на которые ответ не был получен, те ребята, которые присылали эти вопросы, получат из фонда призового по 200 рублей. Обязательно мы их вышлем. И напишите, ребят, кто получил свои... Вот, кто получит, точнее, должен получить свои 200 рублей, напишите мне в ВК, в личку. Обязательно сегодня-завтра этим займусь, отправлю вам эти 200 рублей. Я так понимаю, там канцелерии опять подзаработал немножко. Хотя он, в принципе, отказывается... В пользу фонда он отказывается от своих призовых денег, на самом деле. То есть человек создает вопросы не для того, чтобы обогатиться, а все-таки ради идей. И надеюсь, вам это понравилось. Злой гений, да. Ну, давайте все-таки добьем эту игру. Счет 6-5. Мы поздравляем зрителей. Зрители побеждают в очередной раз. Серия побед у зрителей. Но здесь все было... Комментаторы уволены. Все было на волоске, да. Очень близки были комментаторы команды SLTV, которая в едином порыве могла все-таки вырвать победу. Немножко не хватило. Я считаю, что где-то вы там могли добить вопрос и взять... Два вопроса точно мы могли брать. Да, самых первых два мы могли брать. Ну и практики маловато. Надо тренироваться. Ну да. Я думаю, что если бы мы играли уже вторую и третью игру, я думаю, мы бы лучше сыграли. Живу воля, ребята. Саша, Саша, полегче. Большинство, кстати, так и говорят, что в следующей игре они выстрелят лучше. Но мы обязательно запустим еще одну серию и я думаю, дадим вашей команде возможность снова выступить и вдать бой уже. И в следующий раз я... Ну, по крайней мере, у меня есть такая идея. Не знаю, получится ли сделать такое, но в идеале на всю серию игр заготовить бы вопросы заранее. И чтобы они просто в случайном порядке выпадали. И тогда уже мы будем ссылаться только на рандом, что кому-то выпали вопросы чуть сложнее, кому-то чуть проще, чтобы не было потом вот каких-то хейтеров, которые кричали бы, что все куплено, здесь вопросы вообще изи. Так, такого нет. Кстати, много вопросов из предыдущих выпусков, насколько я понимаю. Да, да, да. Вопросы могли быть в прошлых играх, вот те, которые были особенно в начале, они большинство из тех игр. Вот, допустим, если мы берем серию, ну, я не буду сейчас полерить счет в прошлых играх, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Там все было очень интересно. Но так как там вопросы далеко не все были заданы, большинство из них кочевало из второй игры, потом из третьей, и вот докочевало до сюда. Соответственно, эти вопросы могли сыграть в прошлых играх. Ну что, давайте все-таки добьем. Осталось действительно немного, всего два вопросика. Может быть, вы сможете выиграть 7-6 и отыграться таким образом. Очень, очень. Было бы неплохо. Поехали. Сергей, канцелерий, сидельник, хочет добить вас и атакует в очередной раз. В современной Японии так иногда называют абитуриента, провалившего поступление в университет или колледж. Удивительно, но так раньше аналогично называли десятки тысяч их соотечественников, также допустивших серьезную ошибку и потерявших расположение своих хозяев. Персонажу с таким именем в игре смерть не страшна, ведь даже после нее он даст вам пользу похлеще любого карателя. Назовите этого персонажа. Время пошло. Я очень извиняюсь, но у нас поздравляем зрителей висит так, что я не вижу вопрос. А, вы можете кликнуть. Меня не страшит. Кликнуть на эту надпись, она должна провалиться. Персонаж с таким именем в игре смерть не страшна, ведь даже после ее даст вам пользу похлеще любого карателя. Ну, как его зовут-то, боже мой, 2-8, тройка, которая из Накса ушла. Я понял о чем-то, я не помню, как его зовут. Брисовская. Это Злор, Владыка Смерти. Владыка Смерти, да. Но Владыка Смерти не вяжется с... Хотя, возможно, так и называли. Владыка Смерти десятки тысяч содействующих, также допустивших серьезную ошибку и потерявших расположение своих хозяев. Владыка Смерти не очень подходит под первую отсылку. Вообще не подходит. Ну, к абитуриентам, да, слабо подходит. Давай еще. Смерть меня не страшит. Смерть не страшна и даже после нее он даст вам. Просто понимаешь, этот чувак дает не тебе пользу. А тут пользу похлеще любого карателя. Да-да, пользу. Он тебе, наоборот, из Ратла вред приносит. Так вот, пользу похлеще любого карателя. То есть, тут польза формально в кавычках. Не знаю, ну, Владыка Смерти единственное. Ну, это по-любому единственное. Нет, ну, Смерть меня не страшит. Он и говорит, когда выходит. Владыка Смерти. Так, ну, времени я дал вам чуть больше. Кто будет отвечать? Да, я согласен. Александр Пурын отвечает у нас версия самая начала. Владыка Смерти это наш выбор, хотя не очень понятно, как он вяжется с первой отсылкой насчет Японии, абитуриентов. Возможно, это, ну, просто какая-то, знаешь, игра слов, я не знаю, характерная именно для этой страны. Наш ответ это Владыка Смерти это Таунд 2.8, который при смерти призывает карту на сторону твоего оппонента. Понял, понял. Я вас услышал. Ну, давайте докрутим этот вопрос. Ответ неверный. Верный, я думаю, вы смогли бы назвать, если бы чуть лучше знали, может быть, историю Японии. Это, ну, достаточно распространенный факт. Но давайте мы зайдем с другой стороны и попробуем все-таки вот эту отсылочку раскрутить. Похлеще любого карателя. Как думаете, вот, неспроста ли использовано слово карателя? Похлеще? Ну, гнев карателя это единственное, что мне приходит в голову. Павловская карта. Да, да, хорошая версия. Как-то можем раскрутить похлеще, чем гнев карателя. Что может быть круче, чем гнев карателя? Рафаамовские стрелы, которые ты можешь раскопать. Гнев карателя 8, по-моему, пилит, а Рафаамовские стрелы 10, да, часы какие-то там. Хорошо, но тут как бы смерть не страшна. То есть, что это значит, как думаете? Смерть не страшна и похлеще гнева карателя. Как это связать? Ну, этот есть маговский, маговская лего мертвая. Аномалус. Аномалус, да. Ну, там АОЕ. А еще, еще. Вы уже пошли по мертвым маговским картам, я думаю, вы уже вспомнили. Окей, это маговская мертвая карта, ребята. Да, 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 в принципе, это маговская мертвая карта, которую днем с огнем не сыщешь в ладере, но... на арене она играет хотя бы? Ну, конечно, но не, на арене это бомба, да даже я ее как бы пытался тестить, она у меня золотая, как бы я ее... так Милхаус Моношторм, боже. Маговская? Нет, это не маговская карта. Она не маговская? А, Ронин. Тебя фанта? Ронин. Уволен. Ронин, я поняла. О, господи, самурай. И чар стрелы, там как бы 9 урона, и за 3 маны все это удовольствие, и больше урона, и дешевле, и похлеще. Ронин, если не ошибаюсь, единственная карта, которая, ну, типа, с отсылкой вообще к Японии. Да, 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 Японии называют потерпевших неудачу абитуриентов, и деклассированный самурай, эпохи 12-19 веков, так назывались. Простеревный хрип дает чар стрелы, это уже мы обсудили, ну, и, в принципе, вопрос-то ведь не сложный, не сложный. Это пока что лучший вопрос, так по мне. Кстати, да, мне тоже он очень нравился, достаточно долго еще и обрабатывали, так скажем, споры. Доводили? Да, 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 споры он вызывал достаточно жесткие. Вы не представляете, что там происходит в скайпе, когда мы эти вопросы создаем. Иногда мы с канцеллери горим, горим и пламенем. Ну, счет 5-7, но мы все-таки уже докрутим. Канцеллери, кстати, мне тут в личку в ВК пишет. Ты что, Грит, решил нас обнулить перед финалом, без вопросов будем сидеть, заново все это создавать. Работать, новый вопрос. Да, ну, надо уже добить, действительно, что тут осталось-то, там, три вопроса, какие-то пригоршние. Че мы не мелочимся? А это как бы ребятам, которые сейчас сидят на трансляции и смотрят за игрой. И особенно те, кто горят и кричат, что вопросы некорректные, что-то неправильно, что-то не то. Присылайте корректные вопросы, друзья. Шлите, обязательно мы их, мы можем даже их не обрабатывать, если вы можете вступить в группу создателей вот этой игры. Мы открыты для этого. Мы тоже можем вас посылать, кстати, в группу. Вы можете, да, послать нам тоже вопросы и потом на них же ответить. Тоже такая возможность имеется. Мы боялись, кстати, что такое. Почитали вопрос. Да, и ребята, так что присылайте, присылайте вопросы обязательно, мы ждем от вас их. Чем больше вопросов будет присылаться, тем чаще будут выходить игры, если вам этот проект нравится. Вы можете его поддержать, не обязательно рублем, рублем даже в принципе его смысла нет поддерживать. Спасибо к тем, кто поддержал, это все в фонд уйдет, но я к тому, что если вы будете присылать вопросы, то игры будут появляться чаще и контент становится лучше и вам будет интересно смотреть, поверьте мне, те, кто прислал уже вопросы и когда они слышат в эфире этот вопрос и смотрят в этот момент, это очень интересно. Я раньше тоже отправлял вопросы в эту игру, сейчас я решил к минимуму свести свои вопросы, чтобы все-таки у всех зрителей была возможность поучаствовать. Но это очень интересно, когда ты видишь, что игроки раздумывают над твоим вопросом и ты думаешь, угадает, не угадает. Это такой автопчик небольшой. Что, последний вопрос, давайте добьем, что здесь осталось, я даже уже и не помню. Поехали. Александр Старец, 99 обухов, город Бийск. Ох, самый спорный вопрос, наверное, тоже много спорили. Название этого существа в игре происходит от аравакского слова, которое использовалось в районе Карибского моря и обозначало деревянную раму для копчения и жарки мяса. Аналог современного барбекю или мангала. Хотя вряд ли это основной промысел его и его собратья в стильной одежде. В романе Марио Пьюза «Крестный отец» рыба, завернутая в газету, означала то же самое, что и угроза этого существа при появлении на поле боя. Назовите его, время пошло. Ну смотри, из того, что сразу убивается, это его собратья в стильной одежде. Намек на каких-то там Дэнди, Пижонов, Мажоров. Карибское море. Пират. Да, пират. Пират Карибского моря, скорее всего. Пират Парайдоха. Боевой клич. Что они говорят, когда выходят на стол? Ты помнишь, Саш, что ты наскорбляешь? Я скормлю тебя на корм рыбам. Я скормлю тебя на корм рыбам. Ну и рыба, завертая в газету, означает то же самое. А кто говорит, я скормлю тебя на корм рыбам? Буканьер 1-2. Буканьер 1-2? Но это новая карьера, она не пойдет. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Нет, это по-другому. Райт плохо говорит. На корм рыбам это 1-2. О, 2-1 вернее, роботская. 2-1, да. Но не 1-2, не снова дополнение. Которая добавляет единицу в заряду пушки. Да, да, да. Я скормлю тебя на корм рыбам. Ну да, она идет и она как-то как-то как она называется? По-моему, она и называется просто мелкий Буканьер. Это новая карта, а та называется просто Буканьер. Так, ребят, все. Кто будет отвечать? Александр Тварына. Александр Тварына. Буканьер, наша версия, это единичка классовая разбойника. Я услышал. Внимание, правильный ответ. Этот термин происходит от таравакского слова «Букан», означающий деревянную раму и способ приготовления мяса. В книге «Крестный отец» был эпизод, когда семейство Корлеоне прислали рыбу завернутую в газету, что обозначало смерть их человека. Это была ссылка к фразе Буканьера «Я пущу тебя на корм рыбам». И это верный ответ. Поздравляю, вы ответили на него правильно. И поздравляем с датаком, выдела надпись. Мы можем поздравить. Действительно, игра выдалась очень хорошей и интересной. Вопрос про «Кронина огонь». Единственное что, это, наверное, в каждой серии вопросов есть вопрос, который, ну, как по мне, мне вначале понравился вопрос третий, если не ошибаюсь по счёту, который первый впечатлил у нас. Да-да-да. Мы очень много вопросов натупили, очень много вопросов сами слили, но, как по мне, есть прям некорректный вопрос, это вопрос с Близзардом. Я не согласен, на самом деле, можно было раскрутить. На самом деле, ну, если не могу... Просто понимаешь, это нельзя раскрутить, если сам вопрос хоронит твою версию. Потому что главная проблема, на мой взгляд, опять же, просто в том, что, ну, во-первых, отсутствие опыта и то, что мы, ну, не раскручивали вопросы, по сути. То есть, если что-то, за что-то цеплялись, то это, ну, удавалось как-то довести. По-моему, ни одного вопроса не было, когда вот мы просто вот цеплялись за какие-то штурмы. Мозговой штурм какой-то. Да, вот мозговой штурм это силу в свою пользу. Это просто отсутствие опыта, вот. Ну, косяк мне лично, потому что я бомбометателя не вспомнил. Но тут уж, ребят, тварина не тупой, что называется. Сарик. Я супер, блин, затупил, потому что второй гал, и потом, что, гал легко берется, а лорворкера, что, можно было все-таки докрутить. Самое забавное, когда Михаил немножко подгорался вопрос о Близзарде, у меня скайп выдал, что сильный шум пошел. Сильный шум. Я еще, а там реально такой этот экшен начался, все начали говорить. Ну, давайте, ребят, знаете, как сделаем? Сильный вопрос реально огонь. Я не знаю, модеры наши, вот я не видел Петруху, на самом деле, на стриме, тут он или не тут. Голосование, по идее, ВКонтакте мы обычно делаем на лучший вопрос. Но давайте я сейчас вам изначально зачитаю все вопросы, что вы вспомнили, пройдемся быстренько по вопросам и выберем лучший вопрос вот совместно с знатоками. Если будет ВКонтакте голосовалочка, это будет замечательно, тогда и зрители смогут принять активное голосование. Мы выберем лучшего и лучшему отправим наушнички заслуженные. Давайте пройдемся по всем вопросам. Я вам напомню, я думаю, вы все вопросы все равно прекрасно помните, просто освежу в памяти. Был вопрос про Альфа и Бету, аллергия на Аллерию. Второй вопрос был у нас, ну, я имею в виду не в очередности в игре, а вообще, про футболиста, где ядрик чистый. Следующий вопрос был про Близзард как раз. Потом вопрос это, где бомбометатели, то есть вот Алькаида, которая взяла ответственность за этот вопрос, это был Блиц. Потом у нас был вопрос про Шерлка Холмса и Могильщика, ответа. Так, потом был вопрос про Ронина, это шестой, и вот недавно он прозвучал. Был вопрос про Рассветителя Гробниц, где известная пирамида, не тронутая была. Был вопрос про Безумного Ученого, где там приводились примеры всех Безумных Ученых. Был вопрос про Буканьера, ну, собственно, его помните точно. Супер Блиц был Чо, Гал и Чо Гал, тоже, я думаю, помните его. Был вопрос про Горгулю Каменную и вопросик был еще про Х и Игрик, это там, где Обертин Зерус был ответом в итоге. Да, этот вопрос воспичлил изначально. Про Ронин лучше. Или Зерус, или Ронин. Ну, вот эти два вопроса, пожалуй, выделяются тут уж на вкус и цвет. И были стихи еще, стихи тоже, кстати, от автора Обертня Зеруса, А стихи как-то мы пропустили, опять же, тогда, знаешь, во-первых, на стихах сложно сконцентрировать внимание, там Лебедь тоже, Паша пересылал вопрос. Этот вопрос вообще как-то скомканно прошелся, к сожалению. Так, ну, давайте тогда проголосуем. Игорь, ваш голос куда уходит? Я за Зеруса. За Зеруса, понял. Александр? А что будет, если 2-2? Не будет 2-2, вы отдайте свой голос, я уверен, что 2-2 не будет. Пусть будет тоже за Зеруса. За Зеруса, понял. Дядя Паша, ваш. За Ронина. За Ронина. Ронин, легкие 2-2. Легкие 2-2. Как дела, Хитман? В таком случае, смотрите, если вдруг ничья среди вопросов, то выбирает ведущий. Но есть один нюанс. Вопрос про Ронина не прозвучал бы, он вообще, по сути, был вне игры. А, кстати, да. Да, поэтому как бы мы будем уже отталкиваться от того, что все-таки вопрос, который был в игре про оборотня Зеруса, который вас изначально впечатлил, будет считаться лучшим. Он действительно очень хороший, интересно составленный и много здесь фактов. И Старкрафта кто-то мог бы взять какие-то нюансы. И, в принципе, по игре, да, что в деклистах не увидим. Там было очень много зацепок. Я был уверен, что этот вопрос ну прям вот возьмется. Потому что мы много-много всего добавили. Возможно, это путает. Я знаю это. Ну, как бы в этом суть. Ты знаешь, что просто вспомнить планет в тот момент, когда происходит упоминание про Зергов, про Керриган. На самом деле же она же еще человеком была в это время. Если бы мы, опять же, играли в Старкрафт, ну, я думаю, что все играли. Вейхилл точно играл в Старкрафт. В Компанию, я думаю, в Харас. Вот. Но если просто лор вспоминать, я думаю, это тоже натолкнуло бы. Я, кстати, реально не знал. Это прикольная тема, что, оказывается, Зерус, назван через планеты, когда появились Зерги. Это круто. Александр, я прошел первый Старик за абсолютно все расы, я вообще этого не помню. Дело в том, что там Керриган тоже была сначала. С кем приходится работать? Возможно, это уже второй Старик. А потом уже Зергом. А потом опять человеком. То есть, там еще такой момент, смотря как воспринимать Керриган. Ну да. Ну да, то есть есть... Возможно, это уже просто второй Старик. Да, и она в первом стала еще. Ну, все нормально. В любом случае, было круто. Нет, вопросы очень четкие. Только Паша песню не спел, наколол. Паш, может, споешь все? Наколол, наколол. Может, что за дела? Паш. Может, Михаил, ты нальешь гостя уже, ну что, он сидит, не поет. Сколько можно? А есть караоке у тебя? У тебя караоке есть, Михаил? Нету. Караоке у меня нету, к счастью. Блин, я думал, ты скажешь, есть, я бы сказал, выдвигай. Адекватный человек. Почему? Караоке многие адекватные люди любят. Зачем прям сразу всех неадекватный любитель караоке записал? Ну, просто обычно люди в адекватном состоянии в караоке не идут. Обычно туда люди уже в адекватном состоянии. Пожалуйста. Так, да. Смыслей. художник по жизни просто, Паша. Паша, сколько последний раз ты провел времени в караоке? Ты просто рассказал такие истории? Ну, они для стрима. Прости. Мы не на стриме, это что, где, как, что, где, когда, Паша. Тем более. Ребят, вопрос вам сразу же такой, с подковырочкой. Как думаете, если вашим капитаном была Алисами, например, вы бы затащили этот ЧГК? Мы проиграли, мы проиграли, смотри. Легче. Мы проиграли 0,6. Не, 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 подожди, мы проиграли исключительно из-за того, что ваша... Я надеюсь, этот магнит вырежет Алисия потом... Это к режиссеру. Если режиссер это не вырежет, то извините, я как бы не режиссер, это пойдет подчастую. Минус, минус режиссер, опять же. Я сразу подготовил пути для отступления. У нас, как известно, как известно, Михаил, он играл раньше, что где, когда. Соответственно, тот игрок, который занимался чем-то профессионально, он несет какую-то ответственность за результат. Он еще и капитан. Это моя база. И Паша, кстати, когда мы ему предлагали сыграть, к сожалению, Олеся отказалась. Она не особо принимает в подобных мероприятиях участие, да и времени у нее, насколько я знаю, сейчас нет. В общем, не суть важна. Мы искали еще одного, скажем, подходящую кандидатуру в нашу команду. И Паша оказался просто идеальной находкой. Я вам плохая. Но при этом, чтобы вы понимали, когда мы предложили ему на трансляции, мол, Паша, пойдем играть что где когда. Вот, есть такое предложение. Паша, Михаил, помнишь, что Паша играл? Говорит, да, я играл что где когда. Да, и в Брейринг играл, это же прикольно. Да, я не знаю. Ну как нет? Да, да, да. Это был не я. Да, 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 да. Все понятно, короче, отмазы. Пошли. Говорит, на словах ты Лев Толстук. Хорошая. Хорошая. На самом деле, из всех вопросов мы там запороли два, я Тириона взял позже, уже после стиха, и мы еще... Михаил, мы уже проиграли, все, успокойтесь. Успокойтесь, Михаил, все, потрачено. Не, ну, это хорошая игра, я считаю, это не проигрыш, это хорошая попытка, вы не победили, но и я бы не сказал, что вы проиграли. Я бы сказал, друзья, что вы не проиграли, а вы позорно насосали, такого провала я не видел за столько времени, сколько веду эти трансляции, хотел сказать, хит-порт. Хотел, но у нас... Да, мы не используем слово насосали, мы же не с ЛТВ. Кстати, хороший подход. Хорош, да? Так, ну, давайте, ребят, теперь уже по очереди каждый скажет свое впечатление, каждый выскажется, мы будем немножко закругляться, ребята уже тоже, я думаю, все подустали, почти 2 часа шла игра, как вот в старое доброе. У нас еще есть, кстати, проект гонки со временем, если не смотрели, можете глянуть, там вообще мы 3 часа, по-моему, мучили Гнума и компанию, и там было очень весело, можете глянуть. Кстати, этот проект я тоже хочу возродить, и я сказал, что лучшие игроки примут в финале, это будет, скорее всего, уже гонки со временем, мы возьмем из каждой команды по лучшему игроку, и соберем такую соляночку из команд, и запустим в этот проект гонки со временем снова. А в финальной игре будет уже принимать лучшая команда, которая, собственно, является команда Синеда, Синед, Меф, Рейн и Гнум. это те самые люди, которые примут в финальной игре бой против зрителей. Зрители, активизируйтесь, присылайте вопросы на финальную игру. Я напоминаю, кстати, в финальной игре от наших партнеров фирмы Плантроникс будут разыграны уже очень крутые наушники, вот те самые, которые у меня сейчас, но новые. Я не буду отправлять свои, я к ним прикипел, они слишком хороши. Они будут разыгрываться либо среди лучшего игрока, если выиграет команда знатоков, либо среди лучшего вопроса от зрителей. Так что присылайте обязательно свои вопросы, все это будет. И, кстати, с командой победителем я им обязательно вышлю их призовые, но мы обсудим, возможно, эти призовые мы тоже как-то пустим на финальную серию игры, возможно, люди, которые будут присылать нам вопросы на финал игры, будут получать денежные вознаграждения тоже в том числе, но уже не 200 рублей, а 250, например. Ну, не знаю, подумаем, короче, если получится, будет замечательно. Паша отрубился совсем, да? Ну, ладно, ничего страшного, теперь Борода просто в двух, он и дядя Паша, и... Борода, и дядя Паша. Игорь, Бородаша. Скажи, скажи. Давайте Паша хочет сказать что-то по окончанию игры, вот он просит. А, ну давайте, с Пашей начнем, с режиссера. Вот, с нормальным. Всем спасибо, Паша, что позвали. Да, что? Вожди, вожди ты теперь, это хорошо. Я, да, 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 это утро. Все, спасибо, что позвали, было забавно, весело, интересно, классно. Вот. Теперь возвращаю, Леведя. Спасибо. Жалко, не успел я спросить, я хотел спросить, Михаил, через тебя будем тогда общаться с дядей Пашей, узнай у него, лучше, чем караоке это было или нет? Лучше, чем караоке, Паша, я тебя спрашиваю. Нет. Нет. К сожалению, нет, но это потому, что градус понизился. Ладно, Игорь, как вам? Игра, расскажите. Замечательная игра, друзья, самое главное, больше интересных вопросов. Спасибо, что дали принять участие. Мы, конечно, как нубасы ВК опозорились, проиграли, но с опытом все придет. Опыты трут, все перетрут, друзья. Надеюсь, что меня коллеги поддержат в этом, что мы будем тренироваться днями и ночами. Вместо вот этих папских стримов будем стримить что, где, когда и разбирать карты. Да? Игорь, канал стрим, кстати. Уже вот первый. Первый стрим, кстати, Игоря, да, поздравьте его с почином. Красава. И, конечно же, ждем твоих стримов. Ребят, напоминаю, что здесь не только комментаторы StarLadder, но и большинство из игроков либо стримеры, либо те, кто в будущем будут стримить, возможно. Так что, можете подписаться. Борода СЛТВ, Творына, Лебедь, все это замечательные стримеры. дядь Паша, я не знаю, отважится когда-нибудь на стрим? не отважится. Это уже вопрос к нему в будущем. Александр, Творына, как вам игра? Слушай, ну я играл просто божественно. Если бы не эти ноубасы, которые заруинили, было бы все лучше. Ноль помощи, короче, да? Вообще, просто ты ждешь уже хоть какой-то поддержки и не находишь ее. Это очень грустно. Ну а если серьезно, то лично мне все понравилось, вопросы были хорошие. Я уже не знаю, насколько они были просты и сложны. Мне понравилось, что не было слишком уходящих куда-то вдаль вопросов из других вселенных. То есть, что было, к примеру, на предыдущих выпусках, которые мы пересматривали вот в преддверии данного выпуска что, где, когда. То есть, было все, практически все по игре. Вот. Не хватало немножко все-таки человека в команде, который неплохо знаком был бы с лором, с Варкрафта. Вообще, в принципе, с лором игр от Близзард это, я думаю, пригодилось бы нам. Ну и, конечно же, первый блин, немножко кормом получился. Я думаю, что если бы мы, ну, не то, чтобы принимали участие во второй раз, вот, если бы, ну, какой-то был тренировочный прогон, возможно, мы бы даже и взяли эту игру. Но, как говорится, после драки кулаками они машут. В целом, все было круто. Продолжайте в том же духе, ребята, это отличная инициатива. И удачи команде, которая прошла в финальную стадию. Пусть они победят там или покажут хорошую игру, как минимум. Спасибо, спасибо, очень приятный отзыв. Ну и, конечно, да, если бы перед вот этой игрой мы сделали бы тестовый прогон, я бы вам все вопросы озвучил. Да, мы бы знали ответы. Мы бы разобрали хорошенько, да, я бы запретил, конечно, вам записывать ответы. Главное запомнить просто. Да, 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 если вы смогли потом запомнить, то возможно... Это тоже непросто. Да, ну, ну, как бы, я как стример частенько сталкиваюсь с такой проблемой, что меня зовут сыграть на 80 голды, а я забываю периодически шмаку и заново искать игру и все. Не знаю, есть ли у вас такая проблема. Знакома. Да, да, да. Вот, очень тяжело Михаил, капитан, лебедь, как вам? игра огонь, на самом деле вопросы очень классные и в сумме мы, по крайней мере, мы весело провели время, какие-то вопросы взяли, какие-то там сами запороли, все, все было окей с точки зрения игрока, мне все на самом деле понравилось, удачи, правда, к нуму и компании уже опытной, боевой в разрыве зрителей, думаю, что у них получится. на самом деле все годно, годно и круто, так что респект вам, игра хороша. Спасибо, да, конечно же мы говорим спасибо не только мне, само собой, да, таких участников и создателей игры было достаточно много, все молодцы, особенно канцельери, это человек, который создавал вопросы, редактировал их и принимал очень много участия во всем этом процессе, старец, который написал эту программу и тоже принимал активное участие в написании вопросов, в их изменении, как-то корректировки и так далее, и у нас была активная полемика, ну и в Адосе, который дизайн создавал, много других людей, которые принимали участие, и те, кто с ТСПРО, например, два отличных вопроса прислал, Никита Куцей, он же Никс Икс в чатике, тоже замечательные вопросы прислал, за это им огромное спасибо, продолжайте в том же духе, я буду продолжать точно, мне этот процесс нравится, я люблю поломать головы игрокам, это весело, это прикольно, и мне понравилось наблюдать за вашей игрой, у вас достаточно сыгранная команда, возможно, в какие-то моменты вам нужно было поактивнее принимать участие, вот, и попытаться раскручивать не только с Хардстоуна заходить, то есть, допустим, с того же вот Шерлока могли, я думаю, многие читали Конана Дуэля, это вообще одна из моих любимых книг, раскрутить оттуда. Причина поражения очевидна, это скрытейший пул, просто, как выйти из скрытого пула, вопросы завозило нереально, то есть, зрители лакерки, плюс, очевидный был стрим снайп, Александр, согласитесь. Стрим снайп? Не могу спаривать. Так нереально. Даже задержка в три минуты не спасает стрим снайп налицо, вот, если бы можно было ругаться грязно, мы бы по-другому вообще высказывались. Ну да, и угадывали бы вопросы быстрее, да? Конечно. Потому что, чтобы общий язык найти, нужно разговаривать на понятном для всех языке, это же очевидный факт. И бомберы бы вспомнили сразу же, да, как он там называется? Да, да, да. Бомбер-евитатель. Ну, ну, ну. Теперь уже не забудем. Не забудем и не простим. Не забудем и не простим, да. Да, это, кстати, большинство вопросов, ну нет, ладно, не большинство, но с каменной горгулей, я помню, у вас была проблема и с бомбометателем была проблема. То есть, в принципе, это вопрос, который можно было брать, если бы вы просто, ну, я знаю, вот Михаил вчера как раз... Блин, вы что, должны знать название карт? Мы что, комментаторы, что ли? Да, 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 да. Нелестно как раз отзывался Аренке, а вот, возможно, комментатору стоило бы полюбить Аренку, чтобы вот освоить все карты, которые редко, но метко иногда встречаются в ладере. Такое бывает, что вот такие карты... Бомбометателем, кстати, уже гоблин и гном, он уже, по-моему, отъехал, да. Ну, в том-то и дело, его в игре особо... Не, ну, варенье он часто пекаемый, как бы, поэтому... Да, ну, это неплохая пятерка, Крутая пятерка. Просто, знаешь, вот карты, которые играют в стандарте, даже которые не используются в колодах, которые, к примеру, в раскопках, там, мы видим, либо из портала выпадают, то карты, которые хоть как-то вот встречаются, название этих карт, естественно, на слуху. Кстати, предложение к человеку, который там в роли, к тебе, Хитман, опять же, не прислушиваясь к твоему, это твое дело, зачитывать карты на английском языке. Почему? Потому что, смотри, в игре, например, ну, то есть это, там, не наезд ничего, смотри, вот тот же бомблоббер, бомбобитатель, мы не засчитываем, но есть в Тирионе в вопросе отсылка к английскому слову RING. То есть тогда мы или вообще исключаем английский язык, или тогда, ну, давай игрокам у тебя возможность сказать конкретное название карты, потому что, ну, как бы, вот тот же, например, там, я знаю большинство карты на русском и на английском, Паша играет только на английском, Ну да, ну смотри, просто видишь, разница только в чем. Тирион Фординг — это русское название, уже как бы оно, понятно, транслитом переведено, и Фординг, навряд ли там вообще это можно разложить на ринг, на кольцо и на Форд, да, но это вот как бы мы... Вообще изначально в этом стихе Форд назывался прямым текстом, то есть там не было вот машина Генри, то есть вот мы решили усложнить, это упростило бы, я знаю, вы бы взяли, вы почти взяли, если бы мы сказали Форд, это было бы слишком просто. Все-таки, как я уже неоднократно об этом говорил, мы пытались добиться именно усреднения всех вопросов, чтобы не было суперсложных, не было суперлегких. Это сложно, это сложный баланс, и вот эта игра показала то, что... Не, я сейчас говорю только про язык. Я понял, понял, да, я согласен, это мы учтем, просто чтобы у меня под рукой был английский вариант ответа. Да, ответа, если ответ верный на английский язык. Я параллельно загуглил, загуглил бомбометатель, но есть проблема, что не всегда дословно наши локализаторы переводят карты, сами знаете. Никогда. Так, а просто открываешь... Да, это я понимаю, подготовить это несложно. Я же говорю, это я прям в эфире прямом хотел сделать, но это уже не вышло. Так, ну, все, спасибо за игру, очень рады были вас всех увидеть, было классно, будем создавать еще игры, приходите еще. Молодцы, что подготовились. Господин ведущий, благодарю вас. Господин ведущий, да, спасибо большое. Больше вопросов, зрители, пишите, пишите, еще раз пишите, надо развивать проект. Да, за это огромное спасибо, во-первых, Михаилу, потому что именно от Михаила поступила информация куда-то в Twitch, я так понимаю, что он с удовольствием и принял участие в этой игре. До меня эта информация дошла, и я, конечно же, с удовольствием написал, и Михаил отреагировал так, что, как бы, я уже понял, что ребят серьезный настрой, что они хотят, что команда у них будет, и все. Мы без вопросов сделали игру для вас, хотя, как бы, мы уже с Альтира с Грумом, как бы, так перетаскиваемся, перетаскиваем, потому что не можем укомплектовать. Ладно, еще раз вам спасибо, было круто, все, давайте тогда, до связи. Все, спасибо, спасибо большое, счастливо. Все, пока-пока. Так, ну что, ребята, игра подошла к концу, было круто, было прикольно, надеюсь, вам все понравилось. Игра шла почти, практически, два часа, все вопросы были заданы. Спасибо всем огромное за подписки, вас было очень много. Я не знаю, сколько точно, я обязательно это посмотрю. Спасибо еще раз ребятам за хост, за то, что они сделали анонс. Было достаточно много зрителей, я надеюсь, вам всем все понравилось. Это все будет на ютубе, на ютуб-канал тоже подписывайтесь, тем самым вы поддержите наш проект. Лучший вопрос мы обязательно выберем. Я сейчас уйду, я выключу стрим, но для вас пауза будет минимальная, потому что я уберу рассинхрон, и без рассинхрона уже ворвусь. Вы сможете написать что-то в чатике, смогу прочитать, уже более внимательно буду читать чат, общаться с вами. И мы еще обязательно сделаем одну вещь. Если есть на стриме кто-то из Казани, не убегайте, мы проводим розыгрыш билетов на Кибериаду. У нас в субботу-воскресенье будет турнир очень крупный, разыграем 20 тысяч и призы от спонсоров. Это рекордные призовые для Казани. И я думаю, что те, кто с Казани, не должны пропускать такое событие. Тем более там приезжают даже люди из Самары, а уж из Казани. Но тем более должны, я думаю, подтянуться. Там будет я, доктор, Рикки Тикитави выдвигается нам. Седзер, к сожалению, вроде бы не смог. Все, ребят, спасибо всем, кто был. Надеюсь, всем все понравилось. Сейчас я ворвусь через небольшую паузу.